Только когда делят ответственность, никто не старается урвать кусок побольше. 30 марта 2012 года, 17 часов 48 минут по Тарамскому времени, в эфире 288-й подкаст от Каннского лося и компании. Я даю и принимаю. Добро пожаловать в 288-й подкаст. Дай я твои сигареты вкурю. Потому что на самом деле у меня не так много сигарет. И денег тоже осталось не очень много. Серьезно, я тебе только еще 120 пакет. Да ты мне дал 120 баксов, а некоторые другие у меня позаимствовали 200 баксов. Знаешь, такой оборот денежный. Ты мне, я ему, а не нам. Да, я знаю насчет денежных оборотов. Так, надо, наверное, представить Дашу. Жалко, что Виктора нету. Он бы сейчас сказал. Вот. Приятная. Мы записываемся сегодня втроем. Уну Доса Трес. Почему я микрофоновый средний палец показываю, не знаю. Ну ладно, не важно. Вот. И да, с нами участвует Даша. И Ваня. Да, да, всем привет. И Женя. Я думаю, у них что-то есть общее. Чего? Да. Вот. У нас общее. Да. О, Даша, ты сам, ты мультики смотришь, да? Я играю в Варкрафт. О, блин, замечательно. Все, сейчас превращаем этот подкаст в Варкрафтовский и будет нормально. Да. Виктор сказал, что этот... Он сказал, что не придет последующие несколько подкастов. Типа ему нужно взять каникулы и переоценить, во что этот подкаст превратился. Поэтому я думаю, теперь уже терять нечего. Давайте. Давайте сейчас этот подкаст превратим во что-нибудь такое. Да. Я тут этих... Ну как, я напоролся на этот, на линк на ютубе, где там любители «Моя маленькая пони» смотрят реакцию тинейджеров. Вообще, каким надо быть долбоевым, чтобы смотреть мультик «Моя маленькая пони»? Я вообще такое слышу. А? Вообще такое первое я слышу. Во, посмотри на ютубе «Моя маленькая пони». «Моя маленькая пони». Вот ты знаешь, вот у тинейджеров именно такая реакция и была. О, господи. Типа, какие пидорасы смотрят такие мультики? Это вообще для пятилетних девочек сделано. Ну там они что сделали? Короче, создатели этой... Психиатрический бой, маленький психиатрический бой. Нет, нет, нет. Короче, есть сериал реально вот для этих, для мелких детей. Называется «Powerpuff Girls». Вот, там типа маленькие девочки с огромными глазами там дерутся с этими, со злодеями. Я должен сказать, с огромными сиськами дерутся с злодеями. Нет. Вот. И потом что-то они... У них как бы была идея взять, типа, как бы проблемы реального мира, скажем так, социальные проблемы, еще какие-то там проблемы. И решить их мультики. И это самое. И про это сделать типа саркастический такой мультик. Вот. Они придумали, они этих пони начали рисовать примерно в таком же стиле, как эти, Powerpuff Girls. Вот. И там, короче, бросьба. Да, всем надо жить дружно. Ля-ля-ля. Там, блин, такие вот это, милые лошадочки летают вообще там. Все такое разноцветное там. Везде цветочки и так далее. Ну, если прислушаться в те, как бы, проблемы, которые они обсуждают, то там такой тонкий, блин, сарказм. Вообще просто пипец. Можно уржаться. Вот. Ну, типа, выглядит как будто для пятилетних девочек. А на самом деле обсуждают там, ну, такое. Я South Park смотрю. Вот же ты, я тоже. South Park. Вот же ты век уже в South Park. Почему? Ну, как-то он уже канул, так сказать, в былые времена, когда все сидели, его смотрели, когда он только-только появился. А сейчас это уже прошло. Как все, в принципе, и проходит. То, что были игры, мультики. Остается из детства только воспоминания, в том числе и South Park. Дырка у тебя маленькая все-таки. Ладно. В том-то и прикол, что оттуда вонь не выходит. Да, точно не выходит. От пепельницы. Я не уверен, кстати. Не знаю. Мне кажется... Чего? Да, я просто предыдущие фразы воспринимаю немного по-другому. Мы вообще-то про пепельницу говорим. Тут такая пепельница. Ну, я же вашу пепельницу не вижу. Микрофон стоит рядом с ней. Да, и, короче, такая, как бы, смесь стакана с воронкой. Чисто канадский вариант. Вот. И, короче, получается, что когда в нее стряхиваешь через эту воронку, пепел туда падает, в этот стакан. И потом, как бы, отверстие, через которое, по идее, запах от пепла должен выходить, оно очень маленькое, поэтому минимальный этот эффект вони. Это а-ля детская кружка-непроливайка обычно, которая используется для рисования. Ну, что-то в этом духе. Но только здесь такая пепельница вон. Да машина отлично будет. Так она, в принципе, и сделана для машины, чтобы не воняло. А. Потому что периодически там, ну, заполнишь там пепельницу, потом залазишь в машину, а там вонизмус от этого пепла. Ну, это правда. Вот, а вот это дело, оно, и моется очень легко, и вообще... И торможение не высыпется. Ну, да, и не просыпается, там, короче, не высыпается пепел оттуда, и ничего такого. Короче, замечательная вообще вещь. Самый лучший... А я думаю, все-таки этот Саус Парк еще актуален. У них еще хорошие шутки. Правда, надо тематику понимать. Иногда очень тяжело понять, потому что они там высмеивают местные приколы американские. Да, да, да. Если не следишь за американской жизнью, то это немножечко тяжеловато понять, чем прикол. Мне кажется. Ну, наверное, ты прав. Я не слежу за американской жизнью, поэтому мне смысл Саус Парка как-то далек. Так, пару серий, когда мне показали про Варкрафт, ну да, здорово, понравилось. Когда мне создали христианскую рок-группу, тоже ничего. А все остальное так. Я, если честно, не въехала. Да, да, да. Так о чем-то мы? А, мы собрались сегодня записать трое подкаст. Но тем у нас немного. Ничего. И все разбежались. В смысле? Все остальные. А, ну... Я скулю по Виктору. Мне Виктора не хватает. Он исчез. Да, кто же в комментариях подчеркнул? Да? Да. Даша, ты хорошо читаешь по-русски? По-русски, да. Отлично. Слух, с выражением. Ну, думаю, что да. У тебя какая оценка по литературе была? У меня два. У меня пять. У тебя? Пять. Пять? Отлично. О, замечательно. Все решено. У меня, в принципе, четверка была, но на самом деле у меня должна была быть тройка. Просто меня училка любила. А, у меня должен был кол. Но потом моя мама с училкой поговорила, и это исправили на три с минусом. Ну, не важно. Не, я к училке по жизни подлизывался. Я глазки строил, типа, подлиза. О, Дубер Евгеньевна. Да. Вот. А еще у меня много расизма, по-моему, в этой статье. В этих шоу-нотах. Хотя я точно не помню. Не, не очень много расизма. Только последняя статья о расизме. Помню. Я вообще расистом становлюсь. Не от слова «Россия». Тоже прослеживаю собой такую тенденцию. По-моему, это заболевает расизмом все те, кто живут в Москве. Такое не очень отношение к выходцам из средней азии становится. Поэтому начинаешь себя считать расистом. Ой, а что это звук? Да, лап. О, да, лап? Это не у меня. Это не у нас точно. Мы все выключили. Мы все выключили. Даже камеры ночного видения. И те выключили. Ну, ничего, я запер. А, не ворвутся. Нас не изнасилуют. Хорошо. Вот. Не, у меня не к этим выходцам. У меня к другим выходцам. У меня по конкретным вопросам. К ним. Так. О, я, кстати, хочу отметиться. Ваня. Я, наконец, мне этот, выслали новую мышь. По гарантии. Замечательно, блин. Я думаю, я эту мышь теперь буду менять до конца, пока они вообще не прекратят ее менять. Пока лучше так не закроется. В принципе. Знаешь, я себя очень плохо по этому поводу чувствую. Я, по идее... Незаметно. Да, я, ну... Внутри, внутри. По идее, я взял мышку у тебя, которая сломалась, но была на гарантии. Но, по идее, я не имел права ее обменять, потому что их дебильная полиси говорит, что только тот, кто ее купил, может поменять. Но они же не знают, кто ее на самом деле купил. Ну, да, да. Потом ты нарисовал чек из магазина. Учите, дети, фотошоп. Да. Вот. И начал менять эту мышку. Но, с другой стороны, я абсолютно даже очень доволен этим, потому что... Опять этот звук. А, все, я поняла. Это у меня компьютер вообще нет. А-а-а. Я говорю, не отдала пищу. Ну, как-то он, видимо, процессор-то включился, не знаю. Ну, с другой стороны, продолжая мысль, я думаю, что вот если эти уроды делают такие плохие мышки... Что они через год ломаются? Да. То пусть меняют до конца жизни. Ну, да, он смотрит, смотри, блин, я ворву вот эту вот мышку. Он ее купил, когда Diablo 2 вышел. И до сих пор работает. Да. Ну, у нее стырить мышку. Хотя она некрасивая, она уже вся облезлая какая-то. Какая разница? Ты знаешь, как он ее насиловал в этой Diablo 2? Тем более. Фу, принеси салфетки. Если он мышку насиловал. Ужас, блин. Я даже, блин... Вот, Даша, у тебя есть любимая мышка? Нет. Нет у меня любимой мышки. У меня лишь бы там были колесико и две кнопки. Все. И лишь бы она работала, да. Значит, ты ничего не насилуешь. Нет. А она у тебя с проводом или беспроводная? С проводом. Я беспроводную, она слишком тяжелая, я их не люблю. Конечно. Какой уважающийся геймер будет играть на мышке без провода? А я так проверяю на вшивость. А-а-а. Чем меньше кнопок, тем лучше. Да? Не знаю. Ну, в принципе. Не, ну это уже зависит от стиля, на самом деле. Некоторые вот с этими мышками, которые там, блин, 16 кнопок на мышке, они с этими мышками так быстро обращаются, что я просто дурею. Но лично, лично я, ну, пять кнопок могу еще, а больше нет. Печально, Ваня. Очень печально. Ой, блин. Дело практики или как? Дело привычки, вот. Да-да-да. Реально дело привычки. В общем. Это вентилятор. Это какой-то вентилятор. Он настолько сильно шумит? Нет, просто иногда проскальзывает вот так. Простите. Ничего страшного. Мы рады. Мы рады тебя слышать. Да. Мы еще тебя получше узнаем. Будем спрашивать какие-то неприличные вопросы. Оставайтесь с нами. Я уже приехал сюда, хороший. Серьезно, ты уже до этого выпил? Да. Как замечательно, я тоже. Я так по-человечески. Виноград, апельсинчик, чай молочный, зеленый. Ужас. Ты уверен, что ты не хочешь приехать в Канаду? Серьезно. Ну, зато смотри. Мы тебе из мужа подгоним. У меня вон спит на диване. А, понятно. А, понятно. А, Антон привел. Обидно. В смысле, поздравляю. Спасибо. Ты долго уже? В заключение замужем. Я еще пока не замужем. А. Он все держит, что мы идем. Ну, вот. Еще есть шанс уехать в Канаду. Еще ничего не держит. Там же вышел какой-то... А, нет. Он еще пока выйдет, такой закон, что там по каким-то способам, путям, каверзам нельзя в Канаду уехать и выйти замуж. Ну, в общем, как-то там будет преследоваться. Нет, 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 нет. Ты все не так поняла. Просто закон... Раньше надо было, короче, вместе жить горсть, что ли. Да. Вот. Обязательно там они приезжают, проверяют, там, периодически там смотрят, или вы действительно вместе живете и так далее. Использованные гандоны. Господи. Прокладки. Боже мой. Нет, они просто, они как бы, скажем так, раз в некоторое время, скажем так, раз в два месяца наведаются, типа там, здрасте, ну, как у вас там жизнь идет, все такое, там, поглядывают на такие вещи или там твоя зубная щетка у него в этот, в квартире, чтобы проверить. Ну, там, а-ля такое, что намеки на то, что вы живете все-таки вместе. Вот. А сейчас они что собираются сделать, это то, что вот этот срок, он увеличится до двух лет. Да. То есть, если, не дай бог, там распадается брак в течение двух лет, то тот, кто приехал, автоматически едет обратно. А твой мужчина, он этот подкаст слушает? А, он услышал 285-ю, и он достаточно в бурном восторге был. А как его зовут? Павел. Дорогой Павел, я абсолютно не пытаюсь, как бы, подцепить твою девушку. Подцепить твою девушку пытается Ваня. Если тебе нужен его адрес, я тебе его предоставлю. Женя, спасибо, ты настоящий друг. Конечно. Не считая того момента, что ты еврей. Ну, началось. Ну, давайте поговорим о евреях. Там в комментариях кто-то прислал линк про евреев. Как я люблю евреев. Это я прислала. Я так и не научилась вставлять видео, поэтому я все кидаю ссылками. И я кинула тоже видео, что и было выложено, но было уже удалено. Потому что что-то, какие-то, в общем, провокационные высказывания. Что-то я так и не понял прикол фильма, ну ладно. Там чувак из автомата расстреливает евреев. То есть не вживую, а с этот, GTA 4. Чечня Edition, по-моему. Чего? Там почему-то все на русском было. Даша, я думаю, может больше рассказать. Я на самом деле тоже не въехала, потому что, ну, я его не GTA и называю GTA, поэтому в GTA я играла мало. И приколы этой игры не совсем понимаю, так как она больше, наверное, для мальчиков, чем для девочек. Ну как, ты там ездишь на машине и стреляешь всех подряд? Ну, почти все. Ну, по сути дела, это типичный такой, как бы... Американец. Американский гангстер, блин. Ты машины воруешь, стреляешь людей, там, наркотиками торгуешь и так далее. Что-то вроде мафии, скажем так, но... Гангстер это и есть мафия, Боня. Только мафия, это, по-моему, итальянская. Да не знаю, тяжело сказать. Сейчас уже все так слилось плюс-минус, что мафия, это, как бы, по-моему... Это государство, я понял. Ну, как бы это такая очень-очень-очень-очень хорошая, хорошо организованная структура. Гангстеры это больше так шпана, вот то, что группировки в России есть, вот это вот гангстеры. О! Но только в Америке в основном, как бы, в России группировки, насколько я знаю, это обычно так мелкие, а потом уже, когда перерастают побольше, это уже становится мафия. Вот, в Америке там все еще, как бы, там взрослые... Там становится гавермен. Ну да, там уже переходит, как бы, в правительство, и там уже... Я шучу. ...по-своему. Воруют. Никто не ворует в Америке. Ладно. Ну да, в принципе, как и в Индии. Не, ну, понимаешь, просто в Америке есть легальные способы, как людей обувать и все такое. Там главное играть на том, что люди не знают, и там подсовываешь им какой-то контракт, типа, да, я вот вам за бесплатно, вот там вам дам, да, через год вы мне... Неправда. Это просто лохотрон. Ну, да, но он, в принципе, легален. Ну, легален до поры до времени. Пока. Ну, пока. В конце концов, люди, я пришел к выводу, сами виноваты. Я прошу. Подписывают всякие контракты, не читая их, а потом думают, почему у них все забирают. Да? Даша, ты вот когда-нибудь подписывала контракт, а потом у тебя все забрали? Нет. И стараюсь контракты читать. Поработав в банке, я поняла, что нужно это делать. Вот правильно. В этот подкаст приходят только умные люди. Так. Что-то я хотел рассказать, но я уже не помню. Ладно, Даша, расскажи, что у тебя было на этой неделе? Что было? Это работа была. Дом, работа. Работа, дом. А Варкрафт? Я уже, наверное, недели три не заходила, и я так думала, что я сегодня зайду вечером, но я почему-то села смотреть Доктора Хауса и взялась за вышку, поэтому до чем-то руки не доходят. Правильно. Я тебя поддерживаю. Я уже тоже сухой шесть месяцев. Ну, это полгода. А я всего лишь три недели, и я планирую через месяц снова засесть и засесть конкретно. Борис, Борис. О, там же этот, выходит экспаншен. Ну, все. Я играю на пиратке. Я не на официальной. А-а-а. Да. Понятно. Я сейчас сделаю компьютер, добью полностью железо, чтобы там было все, чтобы все летало, как говорится, по-моему, официальной. А мы можем с этим помочь. Нам только деньги пришли. Как у вас, кстати, с железом в России? Ну, в принципе, никто не жалуется, но я особо в нем не разбираюсь. У меня в этом разбирается дед. И поэтому компьютер не будет собирать он. Дед? Дедушка мой дед. Папин папа. Он разбирается в телефонах, в компьютерах, во всей электронике. И он, я не знаю, это как объяснить словами, но он реально разбирается в этом. И при том, что я отучилась на программиста, он разбирается, он больше меня во много раз. Потому что я забыла за все то время, что я прошло время после того, как я училась, 4 года уже. За 4 года я забыла полностью компьютер. Вообще, недавно залезла и поняла, что я знаю, что вот это жесткий, это материнка, это видеокарта. И процессор, все. Все какие провода, вентиляторы, еще что-то, я абсолютно все это не помню, не говоря о том, что уже какие-то программы в компьютере, помимо Windows и Фотошопа. Ну да, и в Варкрафте там лишние папки удалить, если написают. Ну, мы тебя можем научить. Ты только деньги присылай. Пиши номер счета. Ваня? Угу. Давай. Так. Сейчас достану. О, кстати, мне надо поставить, что я уэй в моем жопере. Дум, бода. Да ну нафиг, задолбали на эти недели все. Антон к нам не присоединяется? А я не знаю, он что-то написал. Когда подкаст? Я говорю, уже. И все тишина. Сегодня у меня должно было быть полдня свободно. Меня с работы отпустили на полдня. Вторую половину дня имеется в виду. Очень здорово. Все шло замечательно. Я открыл балкон, поставил туда барбекю газовую. Прямо через дверь. Знаешь, открываешь, туда кладешь мясо, закрываешь, дверь закрываешь, там оно стоит жариться. А потом град. Да, ну дождь пошел. Я подумал, как хорошо, что я в парк не поехал. Какой я умный. На балконе надо все жарить. Вот. Короче, поел, уже набрался. Сижу, такое все клево. И тут мне звонит чувак с работы, который меня типа подменять должен. Вот. Я говорю, я ухожу на полдня, окей? Ты ведь тут будешь, да? Все будет в порядке, да? Да, 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 иди, иди. Он звонит. Слышишь, чувак, мне тут что-то звонили, да, там у них что-то не работает. Ты не мог бы там проверить? Я говорю, а ты где? А, я еду на машине. Короче, он уже два часа как едет куда-то на машине. Хорошо же, он тебя подменяет. Я знаю, у меня волосы шевелились везде. Вот. Дурдом. Пришлось поработать. Что я могу сказать. Нету, нету счастья в жизни. Почему нету счастья в жизни? Мне надо было соврать и сказать, что я не дома. Чего-то мне башка не дошла. Ну, это у тебя всегда проблемы были с этим делом. У меня наоборот сегодня, блин, я в последнее время все сидел, у меня тут был момент, что у меня в кармане осталось, блин, 50 баксов. Ну, вообще. Сижу такой, думаю, блин, надо бабки делать. Вот. Ну, и с тех пор стараюсь как бы с каждого клиента как бы урвать лишнюю десятку, двадцатку. Вот. И тут ко мне пришли такие, да, у меня что-то компьютер не работает. Ну, я такой посмотрел, говорю, компьютер у тебя работает. Ну, дом не работает. Ну, хорошо. Завтра, короче, я к тебе. Вот. Ты мне там заплатишь денежку, а я все от тебя отремонтирую. Ну, блин, сегодня с утра чувак заехал, мы к нему поехали домой, посмотрели компьютер, там, с него сороковник взял, сразу же вернулся, сразу же тут другой заходит, говорит, что-то у меня там дома раутер глючит. Я говорю, без проблем, поехали к тебе, сейчас посмотрим у тебя. Я, короче, у первого я там посидел, там, что-то каких-то печенюшек покушал с этим, с кофем, пока долго разбирался, в кавычках, с его проблемой, там, настроил ему скайп, настроил ему этот, сеть. Вот. Вроде все нормально, он даже с женой, которая сидела в соседней комнате, поболтал через скайп. Замечательно. Вот. К этому поехал, там, уже, он уже пиво предложил, я с ним пиво поквасил где-то так часок. Алкоголизм. После чего он мне заплатил еще тридцатку. Ну, ты резвеешь, Ваня, я тебе могу сказать, ты резвеешь, правильно? Так что, нормально, нормально. В жизни есть только одна правда. Бабло! Серьезно, серьезно. И тот прав, у кого его больше. Вот, слушай, сегодня поехал на почту забирать сраную мышку. Вот интересно. Вот это я не могу понять. Короче, звоню сегодня в UPS, тут почтовая служба. Говорю, вы знаете, не доставляйте мне, пожалуйста, мышку. Оставьте его на складе, я приеду, сам заберу. Говорит, мы не можем, пока первый раз мы вам не попытаемся доставить. Окей. Выхожу к Ване еду. Забираю эту сранную бумажку на двери. То, что они не смогли доставить. Да. Еду в UPS. Приехал. Говорю, чуваки, вот. Она говорит, а, типа машина еще не вернулась с развоза. Да, они не возвращаются где-то часов до шесть. Я говорю, без проблем, только этот, вы в следующий раз не отвозите. Вы это, оставьте у себя. А мы не можем этого сделать. Я говорю, как вы не можете сделать? Вот, пожалуйста, звоните по этому телефону и просите. Я говорю, вы что, издеваетесь надо мной? После этого девочка спокойно встала и пошла в соседнюю комнату, сделала вид, что она ничего не слышит, как я там блею. Вообще, пиздец. Так встала, ушла спокойненько. Ну, а мы ничего сделать не можем. Как меня это бесит? Что за дебилизм? Вот серьезно, мне иногда кажется, что... Я теперь понимаю, почему Канада всегда позади Америки. И никогда не будет теперь. Канада это дойная корова для Америки. Понимаю, почему. В Америке они бы побежали. Сэр, да, сэр, нет, сэр. Сейчас мы позвоним, сэр. Ну, а здесь девочка встала и ушла в соседнюю комнату, типа я тебя не слышу и не вижу. Там юнион, там стабильная зарплата. У нее есть список правил, которые она соблюдает. И если что-то не по правилам, она не может этого сделать. Потому что вот в ее инструкциях написали. Если спросят вот это, сказать вот это. Все. Пока она следует этим инструкциям, все хорошо. Как я начинаю ненавидеть Канаду? Ну, все не лучше. На тебя бы наорали, еще бы и послали. А еще, оказалось бы, ты не туда пришел. Нет, здесь, кстати, сказать насчет наорали и послали. Тут можно послать обратно. При этом, как бы, особенно если по телефону. Если ты звонишь в техподдержку, допустим, или еще что-то в этом духе, и ты начинаешь на них, типа, орать или еще материться, у них по правилам предусмотрено то, что они могут спокойно повесить трубку. Ну, извините, здесь бы тоже так сделали. Просто я на своем примере. Я недавно, мне нужно было отправить документы по России. И я зашла, то есть две двери на почте. Так оказалась потом одна почта, другая телеграф. Я не знала, что это телеграф. Я туда зашла. Я простояла, наверное, с полчаса. А там девочки, они обслуживали вдвоем четыре кассы. Ну, как бы, четыре окошка. Ой, там даже названий никаких не было, просто реномированы. Стояли 40 минут. И, в результате, там какая-то, в общем, женщина начала возмущаться. Как бы, там сами могут марки наклеить. Вот, как бы, нас вообще обслужить. И нам внимание удивительное, что нам девушка у нас так просто заорала, что я удивилась, в принципе, что она на такое способна. Говорит, то, что вы хотите, здесь не делается. Соседняя дверь, там, через 10 минут, там, обед. Соответственно, вся очередь, которая стояла, 10 минут должна была ложиться и сделать свои дела. В соседнем двери на почте. Чтоб и пошли делать. А если мы что еще ей бы сказали на то, что она нас наорала, мы еще бы виноваты оказались. Не, здесь такого нету, нет. Здесь никто не орет. Не, здесь всем по барабану. В Америке другое дело. Они там быстро зашевелятся, как только им что-нибудь скажешь. Ну, в Америке там более такое, как бы... Теоризованное общество. Да нет, там просто, понимаешь, во многих местах есть комиссионные, там, успеваемость и так далее. Если ты там обслуживаешь гораздо больше, то у тебя там, в следующем году тебе поднимут зарплату больше, чем другим, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Если ты хороший работник, то тебе, допустим, через год поднимают зарплату в низкоплавящих местах, иногда поднимают на 2 доллара в час. Ну, вот представь себе такую ситуацию. Ты работаешь, допустим, на 10 долларов в час. И ты очень хорошо работаешь, и через год там рассматривают твою успеваемость, твою работу, и смотришь, что ты, ну, вообще, ну, просто супер работник, тебе поднимают зарплату до 12. Да. Это 20% прибавка к зарплате за это. Я понимаю. А с другой стороны могут просто посмотреть, да, но ты, помнится, вот 3 месяца назад ты там что-то наорала, значит, на покупателя, да, вот тебе прибавки вообще не будет. Или вообще уволят. Или вообще могут уволиться, это дело. Так, сейчас я Антона подсоединю. Антон. Так точно. Вот. Скажи привет. Привет. Привет, привет. Скажи. Эй. Оу. С нами записывается Даша, а также еще какой-то Ваня. Ух ты. Мы выходим в народ. Абсолютно. Да. Ну, поделись, а как у тебя прошла неделя? Ой, неделя прошла у меня очень напряженно, очень занимательно. И, в общем-то, закончилась она, по-моему, просто изумительно. Да. Закрывается. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучим три раза по голове. Все. Хорошо. Как там твоя сожительница, которая тебя уже готова была женить и устраивать твою личную жизнь? Оказалась очень навязчивой. И я не нашел ничего лучше, как прибежать однажды в обед. Собрать манатки и улететь. Да. Собрать манатки, сделать очень испуганное лицо. И мне пришлось, конечно, сыграть, что меня уволили. Потому что иначе от нее отвязаться было очень сложно. Антон, какой ты врун и нехороший человек. В общем, история очень долгая для слушателей, для неслушателей. Ребята в курсе, а и слушатели в курсе, что я почему-то попал в семью репатриантов, семью... Иммигрантов, иммигрантов. Которые, пользуясь кредитом доверия, начали вешать мне лапшу на уши и всячески, держа меня за дурачка, учить меня жизни и всячески стараться выкачать из меня побольше денег. Сварливые такие, базарные люди. Типа как в этом подкасте. Ха-ха-ха. В какой-то момент я понял, что мне очень неприятно, очень некомфортно находиться с ними в одном доме. И я пошел смотреть комнаты в округе, нашел замечательную комнату, подороже немножко, но в доме с замечательным вроде бы мужчиной. Ха-ха-ха. Не подумать ничего. Но бывает так, что нутром чувствует... Мы не будем об этом думать, мы сейчас это обсудим. Я спрашиваю у него, я хочу жить с апреля, потому что я заплатил до апреля этой сварливой бабе. И, в общем-то, лишние деньги терять. Я и так потерял какую-то сумму досрочно съехал, потому что залог платился за два месяца вперед. Она меня уговорила попробовать свою еду за еще 300 долларов в месяц. Но еда оказалась ужасного качества. Самые дешевые консервы были еще сварены и обжарены после того, как они были законсервированы. В общем, совсем плохо и невкусно. И съехав до срочи... А, так я вам не рассказал. В общем, мне новый хозяин разрешил вселиться к нему за неделю до окончания месяца, за шесть дней, и платить только с апреля. Поэтому я быстренько собрал манатки, поплакал в трубку, что меня увольняют, что-то уволили. Потому что я на испытательном сроке, и меня теоретически могут уволить в любой момент. И все. Помню, у тебя здесь всегда есть комната. У меня это очень радует. За умеренную оплату. Хорошо. А в середине недели... Я так посмеялся, рассказал об этом отцу. Отец мне говорит, ну ладно, хорошо, решил проблему. Но говорит, никогда не говори. Что тебя уволили, и у тебя нет денег. Это уже такое, несколько суеверное. Но если рассматривать это с точки зрения различных даже философских концепций, о том, что мы своими мыслями формируем свою реальность, если очень сильно поверить в это, то это действительно станет реальностью. Я очень сильно в эту пятницу, то есть сегодня, поверил, что у меня будет полдня свободно. Я это так поверил сильно. Что очень сильно расстроился. Что мне позвонили аж с работы, поймав мои чьи волны. И сказали, что у них все не работает, и надо переться обратно. Суеверие. В общем, я стал очень волноваться по этому поводу. А, не волнуйся. Всегда здесь приедешь, мы с тобой будем бутылки собирать по выходным. У бани дома. Все будет хорошо. У меня нет проблем с алкоголизмом. У нас есть проблемы со сдачей бутылок и банок. Будем помогать тебе их решать. Как говорил Руслан, в Канаде еще никто с голоду не умирал. Так что не беспокойся. В общем, ночью я переночевал еще в старом доме, а в понедельник вечером поехал в новый. И весь вторник я как-то переживал, беспокоился. А в среду, а и во вторник же, как бы результат этих переживаний вылился в маленький скандал на работе. Ну, даже не своего рода скандал. В общем, случилось непонимание между мной и менеджером. И я действительно, другого слова не подобрать, обосрал. Обосрался в смысле облажался и обосрался в смысле испугался после этого. А у тебя менеджер же русскоговорящий? Нет, нет. Менеджер у меня испаноговорящий, но... Не повезло же тебе. Но генетически он китаец. То есть, это, по-моему, самая страшная комбинация. Ну, хоть... Коричнево-желтое создание. Да. Самое опасное, это то, что я сейчас сижу прямо через соседний кубик или от него. Кстати, я проверил. У него сегодня на работе не было. Ты же на работе. И нет он. Все ушли. Мне очень нравится на работе. Мне не хочется сидеть дома. У меня дома никто не ждет, ничего не ждет. А на работе есть кофеварка, чайварка, холодильник, интернет. А дома тебя ждет приятный, ласковый мужчина. Ха-ха-ха. Да, ты же сказал, приятный мужчина такой. Приятный мужчина, но мне настолько же приятно, что бежать к нему с работы. Ну, здесь нормально. Ну, я все-таки традиционный человек. А, еще. Еще не сознался. Да. Не знаю. У нас на работе никто не хочет долго. Я за последние несколько недель, поскольку я там нечасто появляюсь на работе, я заметил один интересный факт. Наш, этот, как его зовут-то, сетевой администратор приходит на работу к девяти и уходит уже к трем. Ха. Администратор. Я не могу понять, почему, с учетом того, что все работают на работе как минимум по восемь часов. Ну, почти все. А этот... А этот чувак всего шесть. А он из дома очень много работает. Да вот я думаю. Он, конечно, так четко проверяет. Он же сетевой администратор. Строил сеть, чтобы ее можно было администрировать удаленно. Ну, да. Вообще, за удаленную сеть ему бошку надо разбить. А бы его сраный форд. Но это не важно. Чего? Ты про мой форд что-то сказал? Да не про твое, а про сетевого администратора. У него тоже форд, между прочим. Только его бошку надо разбить. А бы его форд. Потому что VPN у нас на работе работает просто как улитка. А что, тебе не хватает что-ли? Да там жуть, как кошмар полный. Только об этом никому нельзя говорить. Потому что проблему они не починят. Они просто от проблемы избавятся. От VPN? Ну, нет, зачем? Да, у тебя VPN медленно работает? Да, надо починить, надо починить, да. Начинать с следующей недели ты работаешь 100% из офиса. Проблемы есть? Проблем нету. Еще я стал собирать новости для подкаста. Вернее, как бы и думал, решил, что я стал собирать. Потому что мне попала шокирующая статья, которая меня просто повергла в смех и генерический хохот. Ну, мне действительно стало очень прикольно от нее. Я ее где-то потерял. Но там, в общем, было сказано, что ВОЗ признал вегетарианство и сыроедение психическими расстройствами. Это была какая-то статья русскоязычного издания. Причем издание почти что из разряда тех, когда вы читаете какие-то новости, у вас попутно всплывают новые окна с рекламой. И сегодня в сети наиболее популярны. И там женщины с большими округлостями. Сиськами? Это называется сиськами. Угу. Даша, почему ты молчишь? Я слушаю и науц мотаю. Ну, образно. А, ты хорошо, что образно добавил. А то я уже испугался. Я хотел спросить, на какой, но не важно. Слушайте, так интересно. Мы вот вместе занимаемся какой-то деятельностью, а некоторые из нас вдруг мы никогда в жизни не видели. Да, мы никогда Дашу не видели. Давайте с фотографиями. Моя фотография на подкасте есть. Ты знаешь, она почти замужем, так что... Нет, это на подкасте. Я с Гарри Поттера знаю такое заклинание. О, Господи. Не надо оскорблять Гарри Поттера. Между прочим, класса с девятого я его полюбила. Не знаю, за что. Ну, просто все книжки от и до, и все фильмы посмотрела тоже, наверное, раз на пять. Каждый. Зря ты это сказала. Почему? Сейчас начнется. Подожди. Ваня. Я уже сказал. Ладно, я тоже люблю Гарри Поттера примерно до третьей серии. Да, кстати, сказать. Что я просто почти что писался кипятком, когда смотрел первую. Но у меня не сюжет захотел, а вот что... Там все так настолько мило, настолько очаровательно. Там эти детишки такие все симпатичные. Осторожно, за такие выражения можно и залететь. Словы летают, им письма приносят. Ну, как-то все очень добро, такая сказка. Можно смотреть с племянниками, с детьми, у кого есть. Добрая сказка – это хроники Нарни. Там вот все мило, сказочно, так все приятно. А Гарри Поттер, ну вот, после четвертой части начинает уже как-то не особо для детей. Потому что там одно убийство, другое убийство. Ну, правильно, дети уже выросли. Все, пора их вводить в курс. Что же в реально, в реально это происходит. На самом деле, его убили. Нет, конец не особо впечатлил. Да, кстати, скажу. А еще проблема в том, что дело даже может быть не в убийствах, а в том, что разные режиссеры снимали разные серии. О, вот это я с тобой согласен. По-моему, очень даже грамотный ход, потому что мало того, что заезженные актеры снимать не семь даже фильмов, а восемь, так как последнюю часть разбили на две, а какие-то привношения новых идей в сюжет, как-то с каждой стороны по-разному все это представляется. Мне кажется, что это как раз то, что нужно было сделать. И идет все чисто по книге, особенно последней серии, потому что первые две, вот я не люблю эти части. Мне нравится больше всех третья, и вот последняя, вот шестая и седьмая, потому что шестую седьмую, по-моему, один тоже снимал режиссер, если не ошибаюсь, сейчас уже не помню. Достаточно неплохо моего мнения. Не знаю, я не разделяю твоего мнения. Я сходила в понедельник на фильм «Голодные игры». Я ждала этого фильма два года. Это единственный фильм, который снят по книге, который меня не разочаровал. Я, наоборот, в восторге, потому что сняли просто замечательно сюжет, как будто и не писали, а взяли просто книжку и по нему снимали. Интересно. Я посмотрел на картинки и подумал, что такое я смотреть не буду. Ну и зря. Я тебя очень чувствую, а всем остальным рекомендую. Мне кажется, здесь этот срач намечается «Мэн вёрсс вэмэн». А чей фильм? Американский, русский? Американский. А как он по-английски называется? Простите меня за мой английский. The Hungry Games или как-то так. Hungry Games. Ну, в смысле, вот голод в Игорь Геймс. Да, The Hungry Games. The Germans. Кто ты собираешься в этот фильм? The Germans? Ты не помнишь, из какого это фильма? А, Снэтч? Ладно, кто не помнит Снэтч? А я Снэтч тоже не смотрел. Вот ты чего издеваешься? Ваня, мы его башкой будем унитаз в следующий раз, когда он сейчас приедет, будем мыть. Сейчас мы будем полоскать ему будем. Как? Смотрелся, знаете, в переводе Гоблина только. Нет, нет. А то, что называется по-гоблиновски спиздили? А ты смотрел это? А, всё, поняла. Карты... Деньги два стола. Да. Там ещё друг... Да, да, да. Ты его смотрел? Да. А, молодец. Хороший. Вот в переводе Гоблина. Господи. Что случилось? Я смотрел кино ещё в России. А когда приехал в Канаду, я... Ваня, вот зажигалка, перестань шприцом, чипсом. Фу, блядь. Пассатижами открывать пиво. Варвар какой-то, честное слово. Я когда приехал в Канаду, вот, кстати, слово об эмиграции. Канада, Канада, не Канада, эмиграция, это своего рода откат назад на несколько лет. Это такое пожертвование. Вот я когда приехал, у меня не было времени ни смотреть кино, ни читать книги. Я был... Я помолодел на несколько лет, но и я в некотором смысле в развитии откатился на несколько лет, потому что мне нужно было поднимать язык и учить язык, учиться в университете снова, искать работу. Наоборот, ты что это... Да, ты что, замечательно, блин, еще раз в универ, елки. Я уже сколько лет в универе, все еще не надоело. Мне туда все больше хочется. Вот раньше в университете я учился, как было хорошо. Я себе мог раз в год позволить новый лаптоп. А сейчас я могу себе позволить раз в год новый лаптоп. А я тебе говорил... Нет, не могу. Оставайся в универе. Учись дальше. Пока тебя нахрен туда оттуда не пошлют. А там, глядишь, до этого, до доктора выучишься. Да, вообще. Нет. Не знаю. Семью надо растить уже, пора. 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 Размножаться, понимаешь? Если я не размножусь, то кто же меня размножит? Не знаю. У меня тут такая идея была. А тебе, типа, приехать, наплодить и уехать. Хорошая идея. Приступай. Я тебе даю разрешение и благословение. Куда ты ехать-то собрался? Не знаю. Там в Китае все такое. Ай. Япония. Он собирается поехать, подхватить СТД, типа СПИДа, и потом вернуться сюда, чтобы улечили. Там кастрирует. Парни, дышит. Ты что, с ума сошел? Сперелит. Мне тут некоторые знакомые говорят, что, типа, если поехать, допустим, в Японию или еще что-то в этом духе, там, в принципе, девушки хотят, чтобы у них ребенок был смешанный. От Гайдзина, ребенок, что-то. От Гайдзина. От Годзилл. Японцы называют Гайдзином, Гайдзинами, Гайдзинами. Ага, Годзиллами, ну. Иностранцев. Какой транс? Иностранцев. А, иностранцев. Инос-транц. Понял. Я все понял. Мне пива больше не надо. Потому что они даже не стесняются. Они же жуткие националисты. Они очень гордятся своей культурой. И даже язык построен так, что человек, который не говорит по-японски с рождения, ему сложно выучить язык, потому что он определенной части языка просто не слышит, потому что к нему неприменимы необращения. У них разный стиль общения с разными людьми. В общем, такая, как будто бы система защиты от внутреннего проникновения культуры. Вот поэтому мне не жалко, когда их затопят. Да, мне по барабану насчет проникновения их культуры. Ему надо проникнуть в другое место. Не, не, просто этот, тут разговаривал с человеком, он говорит, да, без проблем, езжай туда, там, девушек навалом, там, да. Главное, они, блин, по жизни просят, чтобы ты им ребенка оставил. Даша, а что ты думаешь по поводу оставить ребенка? Себе? Я работаю няней. Знаешь, такой вопрос, такой очень достаточно интересный. Мне просто хочется детей, но при этом, как говорится, хочется и политься. Страшно. В нашем мире страшно детей заводить. Знаешь, сколько они, блин, стоят? Ёлки зелёные. Так как я в этой профессии, Антон так пропадает, в этой профессии три с половиной года. Чего? Я в этой профессии три с половиной года. Поэтому, с одной стороны, мне уже своих хочется, с другой стороны, я тут детьми уже занянчиваюсь, что им вообще не хочется. И при этом я знаю, во сколько они обходятся, но в каждой семье они обходят по-разному. Как это хорошо, у тебя будет большой бонус. Возможно. Я не знаю, я в принципе хочу детей, но если бы кто-то пропонсировал их. Скажите, презервативы мне. Да их вообще нет. Возьмите презервативы и иголочку. Вот женщина. Они знают все секретные. Да я знаю, блин, вот поэтому я тебе говорю. Ты холостой, я понял. Вот мне, она типа сказала, я тебя люблю. У меня в голове сразу, по-моему, пора бросать. Умная девушка никогда первые эти слова не скажет. Если у нее есть серьезные намерения. Ну, мне три, в принципе, сказали первые. На что я несколько месяцев сопротивлялся в ответ сказать что-то подобное. Потом, ну, с последним по пьяни проговорился. Попал в чем. Вот. Нет, люди портировали. Да. Чего? Как это случилось? Прошлый день, вот. Расскажите, расскажите. А? Нет, ну, у нее студенческая виза была. И виза заканчивалась. Вот. Жениться я на ней не собирался. А, так ты канадец, черт. На тебе жениться надо. На ком жениться надо. Приезжай, оформим. Да, Антон, здесь все нормально. Приезжай, будешь моим спутником жизни. Главное, после того, как закон примут, там, знаешь, цена вырастет. За рейджмент делать и платить. Ну, конечно, а что? Я же не хочу себя продешевить, правильно? Я же не какой-то, там, дешевый, там, уличный жених, правильно? И вообще, мне на шоу-то певу-то надо покупать. Какая у тебя красивая рубашка, Вань. Да, да. Неплохо. Тебе нравится? Очень. Я только недавно ее раздобыл. Да. От одного знакомого. Не, ну, у тебя хорошо сидит. Неплохо, неплохо. Не, она немножко еще великовата, но... Ну, покупали-то на меня. Да. На меня она слишком маленькая. Ну, ничего, в плечах почти что-то подходит. Единственное, что горло немного широковато, но... У меня шея тонкая, длинная. Так, ну что же, поговорим о гомосексуализме. Давай. Не, я шучу. Мы до этого еще не дошли. Еще мы только начали. Только сказать, что мне нечего сказать, а потом вспомнил, что, черт возьми, лучше бы молчал. А? Ну, уж говори, чего. Ну, история, с одной стороны, короткая, с другой стороны, очень долгая. Короткая версия такая, что я один раз так сильно напился, что меня чуть не изнасиловали. Мужики? Мужик. Ну, вернее, не мужик, а вот он... Он был непоятной национальности. Он был не мужик. Ты кто? Ну... Ну, давай, давай, рассказывай. Давай длинную версию. Затравил червячка? Давай теперь. В общем, была у меня знакомая одна, за которой я... Я вообще такой человек с удивлением себе узнаю. Вот чем старше становлюсь, тем больше удивляюсь. Вот каким образом моим родителям удалось меня так воспитать, что я рос таким наивным, таким чистым, благородным молодым человеком, что мне... Еще скромным. Там и реклама. Неважно. Ухаживала за девушкой, мне даже в голову не приходило сказать, типа, давай встречаться. Потому что, ну, как-то все должно быть настолько очевидно явно, что об этом и говорить не надо. Вот. А оказывается, что много девушек... Вот. Я на самом деле несколько месяцев назад об этом узнал, что девушек нужно спрашивать. Давай встречаться. И они могут... Не надо их сразу. Ты в туалетах веди, снимай юбку. Зачем снимать, когда ее можно задрать? Вот, задирай юбку. Спасибо. О! Блин. Я не рада встречаться с девушкой. Юбка, она на то и юбка. Вот, вот. Я же про что говорю. Ну, давай. Да, ты что там? Вот. И я так классически, партизерски, не торопясь, ухаживал за одной девушкой. Ухаживал, ухаживал, оказывал ей всяческие знаки внимания, там ей письма слал, по-настоящей почте. Всякая-то куча цветы. Ты что, в средневековье рос или как? Говорю, я отстал в развитии очень сильно. На несколько веков. Ну, ты так милая. Ну, вот. А девушка была такая, она из таких, которую, кажется, можно уговорить на если должное усилие приложить, можно уговорить на что угодно. В принципе, на что угодно. Просто нужно долго уговаривать. А на анальный секс? Да. Я только хотел спросить. Ну, я же был настолько рапантичный и настолько наивный, что мне даже не пришло в голову воспользоваться этим, потому что это было не по-рыцарски. Это было непорядочно. А у тебя был белый Мерседес есть? Нет. У меня даже тогда велосипеда не было. Какой же ты рыцарь тогда? Холоп-то. Я Дон Кихот. Вот. Нашелся другой. Очень прагматичный молодой человек. Он пришел из армии и просто взял ее за руку и водил с собой или ходил за ней. Ну, в общем, я узнал, что такой есть способ завоевывания девушек, когда ты просто как плотелин или как жвачка к ней прилипаешь и все. А особенно мужчины, есть такая категория российских мужчин, которые не гнушаются физической силой применять, в общем, запугать. И, в конце концов, я приходил к ней домой и обнаружил какого-то мужика, ну, парня. И вот он так себя ведет дома вполне вальяжно, как будто бы у нее дома, как будто бы это ее брат. при том, что она не говорит мне, что это ее парень. И, в общем-то, она, наверное, сама не считает, что он ее парень, просто такой прилипал, который вот как бы ведет себя как парень, но он как бы не парень, но вот, черт возьми, отвязаться от него невозможно. И даже родители ее не могут от него отвязаться. Ага, знаю, знаю. И, как оказалось, в компании много таких ребят. И мне она ничего не говорит. и я не могу понять, друг детства, это парень или еще кто. И я там также по-рыцерски в его присутствии там как-то за ней ухаживаю. В общем, всякие такие непонятности возникают. Ты не насиловал девушка или парень? Что-то не могу понять. Да не, они там вообще ни при чем. Я же говорю, это долгая история. Давай к моменту ввода. О, и я родом из Крыма. Когда я за ним ухаживал, я все говорил. Не, в Крым летом. Режать. Антон, скажи, че курил, а? Пойду я толью, иначе начну ссаться кипятком. И я уже в какой-то момент устал и думаю, иди ты лесом, девочка, пусть тут прагматичный молодой человек, пусть тебя другие уговаривают, короче. Но звонит, она мне как-то пишет мне смс, или я не помню, что он пишет, говорит, я еду в Крым, типа, поехали в Крым в поход. Я такой, делинь, у меня там звякнуло, звоночек, я же ее звал в Крым. Это она что, вдруг намекает, что она разобралась в себе и поехает со мной в Крым? Ну, это я, такой рыцарский, наивный, наивные мысли мои. И говорю, поехали. Я на лето и так в Крым ездил, у меня там родители, квартира. В общем, оказалось вот как. Есть в Зеленограде, в Односкобье, детский театр. Ну, был. Может, сейчас есть, наверняка есть. И в этом театре есть актриса, которая была двоюродной сестрой вот этой девочки, за которой я ухаживал. Назовем ее Настя. Моя родственная сестра Настя ехала с трупа этого театра и взяла с собой Настю. А Настя взяла с собой меня. В итоге я не знал никого в этой компании, которая поехала в поход, кроме Настя. Две, три недели мы ходили по Крыму, по горам, всяким, по морям. Меня кто-нибудь служит? Да, да, да. И все ссать убежали. Кстати, насчет этого сейчас вернусь. Извините, не понял. Может, мы перерыв сделаем? Да нет. Продолжай, продолжай. В общем, мы три недели ходили по походам в этом походу и я все три недели не оставлял попыток. В общем-то, я штурмовал эту крепость три недели. Ну, по-своему, по-наивному. Я был еще совсем молодой, учился на каком-то там втором курсе университета. А все мое внимание было поглощено этой Насте и я не заметил, что кроме что в этой группе, труппе театральной на меня еще две пары глаз смотрела очень внимательно. Одна пара принадлежала стареющему режиссеру, ну, режиссерше, стареющей женщине. И она всячески там меня пыталась заманить. Она ныла, что у нее болит шея, ей нужно сделать массаж, что у нее ноги там что-то, в общем, массаж, ей нужно и то, и все. Попробуй ее домой. А потом она раздевалась на пляже, где можно было, показывала свои обвисшие груди, но, в общем-то, она, по-моему, меня больше отталкивала, чем привлекала таким поведением. она тебя намекала, а не привлекала. Совершенно недвусмысленно намекала, но меня это сильно пугало. Я прятался за Анастасию. И еще была пара глаз, которая принадлежала гримеру, костюмеру. Мальчику с очень мягкой поступью. И большой сиськой. Ну, я как-то это не замечал, думал, чувак дурачится. И последнюю неделю мы стояли на одном месте в Тарханкуте, на Тарханкуте в Крыму. Там скалы, и, в общем, в какой-то предпоследний день этот мальчик упал со скалы. По-настоящему упал со скалы, со скалы, мы полезли смотреть на 20-метровую залезть из скалы, и он оттуда полетел вниз. Мы, конечно, все обосрались, испугались, и я не ожидал, на полном серьезе, не ожидал, что он выживет, но он упал в воду и сломал себе руку всего лишь. И мы его потом поднимали со скал наверх, в общем, такие трудности, которые людей как-то сближают, и я уже не обращал внимания, что он какой-то со своими чудачествами. В общем, надо спасать, помогать. Так закончился поход. Зачем я все это рассказываю? Потому что этот мальчик тебе должен был вставить. И осенью мы встретились, чтобы долги друг другу отдать, потому что всего всех денег нас занимали, фотографиями обменяться. И я приехал в Зеленоград на представление этого театра. Но я не оценил, где находится Зеленоград, я опоздал совсем даже в театр. В театр попал уже после представления детского на пьянку, на которой была Анастасия со своим другом. Я уже полностью разочаровался и перестал на что-то надеяться. И ты носил на гримера. В общем, выпил, выпил хорошо. Добыло ехать домой, но поскольку так далеко я не рассчитал, я опоздал на электричку. Вернее, я успел на электричку, но мне нужно было пересаживаться на другую электричку. Короче, я не успел домой. И я вернулся. Вернулся, будучи пьяным, напился еще больше и как-то ну все-таки трудности людей сплочают и я подумал, ну черт возьми, я среди своих, можно расслабиться. И расслабился. Я помню, мы ходили по ночному Зеленограду с трубкой детского театра. У меня был в руках арбуз начатый и мне в рот постоянно налил коньяк. Хорошо, вот хоть коньяк. Ну, коньяк, да. Драматично. А потом каким образом мне бутылка попала в руки и я так глоток, делая глоток, такой был весь расслабленный, что у меня даже гортань так медленно сокращалась, что у меня глоток растянулся на три четверти чекушки этого коньячной. В общем, я улетел к дальним звездам, а потом все стали резко искать арбуз. Спрашивают, Антон, где арбуз? Я руками разожу, не знаю, где арбуз. И в этот момент арбуз находится, он был у меня в руках. Когда я их развел, он упал на пол. В общем, я летал, 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 а ночью я проснулся в чьей-то кровати. И я был в таком состоянии, когда сознание просто только фиксирует события, не давая никакой оценки, никакого обсуждения не вынося. И я просто почувствовал что-то совершенно постороннее им себя как в трусах. И каким-то автоматом что-то сработало, я перевернулся на бок обиженно. И все, заснул снова. Утром я проснулся в чужой квартире, в чужой кровати. Рядом со мной этот товарищ костюмер. И я такой «Доброе утро!» «Доброе утро!» Я оцениваю происходящее и вдруг вспоминаю какую-то картину из вот это воспоминание ночное. Я вскакиваю с кровати и бегу в душ. Вкрываюсь сам и начинаю себя обследовать. Не было ли проникновение? Следую себя на предмет следов внешних воздействий. Красиво сказал. Очень тщательный упор на себя осмотревал, ощупывал и как-то вроде начинаю подумываться. Наверное, ну, как-то должен уже что-то почувствовать и в конце концов незаметно этого не сделаешь. О, ты будешь удивлен. Да. Ну, это от размеров зависит. Ну, в общем, хорошо сказано. Я стал успокаиваться потихоньку и вот когда я немножко успокоился, я вдруг понял, что у меня не держат ноги, потому что у меня настолько сильный бадун, что я стоячий, у меня укачивает до невозможности, когда я просто стою. я стал ползать, я выполз из ванной и пополз в кухню, а в кухне сидит мама этого мальчика, говорит, доброе утро, как спалось? Я говорю, я не помню. Но задница болит. И в общем, я чувствую, черт возьми, надо отсюда уходить, уносить ноги, уносить свою задницу отсюда. Самое главное. я не могу уйти, потому что я очень сильный бадун. Растыкаюсь по полу. И вот такое чувство невыносимого, что нужно уходить, нужно отсюда срочно, но ты не можешь, у тебя нет сил совершенно. В общем, кое-как, выпив, наверное, два литра чая и тут же вылив его обратно в унитаз, я в итоге смог как-то ковылять, думаю, надо уходить. И тут мне этот друг говорит, я тебя провожу. И мы идем на улицу, и я вижу автобус, и я все свои усилия прилагая, бегом забрыхиваю в этот автобус, а он тоже тут как тут, он следом за мной. Мне кажется, что я в автобусе ехать не могу, меня укачивает, мне нужно идти пешком. Ну, в общем, кое-как, еле ноги унес, с тех пор я очень сильно задумался, я перестал пить очень сильно. А, так почему ты не пел, Ты боялся, что я к тебе буду приставать. Нет, как-то просто совпало, я стал осторожней в питье, и я стал гораздо лучше понимать женщин. Просто не в пример лучше понимать женщин. Ну, как говорит наш общий знакомый Витя, один раз не пидорас. Ну, ты меня успокоил. Не беспокоился. Да, видимо, у него уже был случай, а то я к ним приставал, приставал, и все как-то так. Какая в попу разница? Не переживаю, у всех были моменты в этой жизни, о которых они не очень хотят вспоминать. А я к кому рассказываю, они говорят, ну, отлично, это же мудрость. Ты вот будешь растить дочку, дочка идет на дискотеку, а ты такой, дочь, подожди, ты куда? На дискотеку. А я с тобой. Мать? Вот. Ну, садись, дочка, я тебе про мальчиках что-то расскажу. Как они напаивают, потом оказываешься в их постели. Потом мне говорят, а что мальчика? А что ты будешь дочь кучи? Ты сына кучи. Так вот, дорогой сынок, запомни, перед тем, как пытаться кого-то куда-то что-то всунуть, напои ее. Его, ее. Вот, а к чему мы вообще об этом говорили? Я не знаю. А, я не сказал, переходим на тему геев. Потом ты начал говорить. Перешли. Ну, ладно, пора переходить от тем геев и анального секса. Слушай, когда ты сюда приезжаешь вообще? Я? Я приеду на Пасху. А Пасха какая будет? Что на Пасху? на Католическую Пасху. А когда она будет и зачем? На следующих выходных. Зачем? Не знаю. Легенда говорит о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы указать нам путь на спасение. Я думал, ты не верил во всю эту дребедель. Кстати, ты здесь будешь, да? Ну, наверное. У меня переночуешь? Не факт, но... Ваня, прекрати. Не надо в подкасте разоблачаться. Говорит, не так все думают, что мы два пидораса, а ты уже губляешь ситуацию. Больше там три пидораса. Ну, чем больше, тем лучше. Я хотел об этом в блоге написать. Тема вообще вот пидорасов или спиянок очень актуальна в последнее время. Даже игры компьютерные есть, где у тебя могут быть мужья и жены, причем разных полов, все дела. То есть, это проникает повсеместно. Но... Я в этот Mass Effect играл. Там я специально начал не героя, а героиню. И где-то в середине как бы истории я как бы свою помощницу в душ затащил. там такая классная сценка была, что типа две девушки в душе. Да, и тут я достал свой Джонсон и... А что, красиво было. Классная игрушка. почему-то думал, что у людей, у которых все не так, как у людей. Ну, не так, конечно, сказал, но у людей, у которых не так, у них все не так. Я не понял. Но, то есть, там... Слушай, Антон, у меня к тебе вопрос до того, как ты начнешь про то, так и не так. Ты на ужниках сидишь? Да. А, потому что тебе каждый раз, когда мы говорим, тебя прерывают кусками тебя. Ну, ладно. Не важно. Это плохо. Ну, в принципе, мы тебя пытаемся не прерывать, но... Да. Ну, Ну, так и не так, но... Я не понял. Когда вы меня прерываете, что происходит? Когда мы говорим, тебя плохо слышно. А-а-а. Да. Даша вообще не говорит. Я просто вас слушаю и думаю о том, пойти ли мне взять носки, потому что у меня так замерзли ноги. Но при этом мне так не хочется отрываться от компьютера, потому что я даю себе что-нибудь интересное. Вот, вот, очень правильный вопрос. Даша, ты любишь девушек? Нет. Давайте мы на перерыв прервемся, потому что кому-то надо кипяток слить, кому-то носки лить. Кому-то кипяток налить и поставить сначала его на плиту. Кому-то слить, кому-то налить. Ну хорошо, давай сделаем паузу, а потом про лесбия. Не уходите с нашего канала. А, стоп. Вот, идите. У нас такие уже пошлые мысли пошли в отношении вас, куда вы настолько долго пропали. Ну так чайник надо нагреть, вазелином смазать. Да. То есть, вы докажете наши мысли. Понятно. Мы ничего не опровергаем. там, я к брату приеду на Пасху. А здесь пустая комната. Не, ну, я с девушкой приду. Ладно, шутки. А она подружек приведет? Ну, постараемся. А? Постараемся. Вот, я же говорил про так и не так. Как у людей, не как у людей. Вообще-то мы спрашивали Ольгу, ой, ту, блин. Ольгу. А Оля тоже всем привет передает. Да, ты с ней разговаривала? Да. Ой, прикольно. Так вот, Даша, тебе нравятся девочки? Нет. А девушки? Я люблю только мальчиков. А женщины? Вообще никак не привлекают. Удивительно. Как такое возможно? Как они... Я себе не могу вообще никак понять. Как девушки могут не нравиться вообще? Кому-либо. Да, мечта любого мужчины, по-моему. Нет, есть красивые, есть, которые привлекают, но не больше, чем посмотреть на фотографии, на картинке или что-нибудь в этом роде. А потрогать? Нет. Мне сама страшна эта мысль. Ну, а хотя бы чисто для сравнения. размеров объемов, объемов, мягкости, партуры. Но вы же у друг друга определенный орган не трогаете, чтобы сравнить размер, правильно? Как бы вы не будете это поделать. органы доходить, правильно? Ну, вот я тоже думаю, зачем сравнивать, как бы, есть сантиметр, объемы все, ну, думаю, так видно. прикольно. Прикольно. Ну вот, да, я, кстати, читал Никонова, и он говорит, что за бред такой, пропаганда гомосексуализма. Гомосексуализм нормальному, так сказать, ну, не то, что здоровому, а человеку гетеросексуальному, он противен по природе. То есть, как его можно пропагандировать? Как можно пропагандировать то, что неприятно генетически? То есть, якобы у всех людей природное отторжение к гомосексуальному контакту. Неправда. Это все ложь. Это российская пропаганда. И вообще о пропаганде вот я хотел. Есть какая-то пропаганда, что можно пропагандировать, и поэтому надо запретить пропаганду. Не может быть пропаганды, потому что есть люди, у которых нравится, а есть люди, которым не нравится. Нет, я хотел конкретную тему затронуть российской пропаганды. В России, по-моему, очень много пропаганды. Это основная идея, по-моему, на чем строится вообще законодательство, конституции и все остальное, потому что пропаганда кругом, всюду и везде против в основном идющего здорового образа жизни, соответственно, это против алкоголя, против так, как курение, плюс ускореняют проституцию очень таким способом, достаточно коренным, и я сегодня... да, то есть добрать до уголовного кодекса, я так почитала, в общем, такой кошмар, если сравнивать с европейскими странами, что в европейских, в Евросоюзе вот восемь стран, где легально разрешена проституция. По-моему, в России давно пора то же самое делать, может, так-то повлияет на умы молодежи. Ну или члены. Вот, но я, кстати, что хотел сказать? А что хотел сказать? Про пропаганду. Подождите, сейчас я вам скажу про пропаганду. Мне кажется, в России пропаганда очень как-то, мне кажется, из всех мировых стран, ну, заключаем Китай, Россия как-то прямо вот, в России прямо каждый человек ждет и прямо хочет пропаганда, мне кажется. Ну, возможно, человек умеет жить по-другому. Ружский человек. Хотя, может, не русский. Потому что я что-то читал, все время везде какое-то недоверие ко всем, включая соседа. И везде какая-то вот что на самом деле произошло во время там чего-нибудь. На самом деле все было хорошо. То, что там кучу людей убили, это все ложь. Это придумали евреи и американцы. Какая-то прямо непонятная, непонятную е. Мне кажется, в России это таким спросом пользуются. И я заметил, что иммигранты здесь, они особенно, они за всем видят какой-то второй смысл. Ну, часто он действительно есть, но не всегда. Но они второй смысл видят за любыми событиями. Ага, это все заговор, это все происки этих, это все происки тех. Вообще, просто ужас. Это генетически заложено. Каждый раз в каждом слове видеть какой-то двойной смысл, какой-то еще послесловие ждать, либо увидеть в глазах человека, который тебе это говорит. Вообще, пропаганда идет еще даже у поэтов издавна. Это реально русская какая-то такая особенность, наверное. Да, я вот именно про это говорю. Какая-то какая-то у русских такая непонятная черта, просто вот прямо... А если я еврей? Не, ну, у евреев все нормально. У евреев там свои примочки. Дайте мне про геев сказать и про лесбиянок. Давай, давай только про лесбиянок. Давай про лесбиянок. Геев не надо. А мне про геев интересно. Вот есть вот эти отклонения у людей. И они не такие, как другие люди. И если они такие, как другие люди, я подумал, что вот нравится мальчику мальчики. Или нравятся девочке девочки. Это замечательно. И вот думаешь, ну, если нравятся девочки, значит, она с девочками любит тусоваться и как-то если вот дружат лесбиянки друг с другом, значит, они как бы партнеры меняются тоже, потому что они не такие, как все. И то же самое с голубыми. А вот мы с Ваней кино смотрели Шеймлес и там такой момент, что там у геев цены ревности. Меня это так удивило, так прямо мою всю философию жизненную разрушило. Я вдруг понял, что, как кажется, они тоже друг к другу ревнуют. И я всем запутался в этом. все. я работал с геями, когда приехал в Канаду. Да, есть мужчина, а есть девочка. В смысле, он тоже мужчина, но он девочка. И там очень большая разница. Один такой, знаешь, более мужчинистый, в смысле, мужчинистый. Вот, то есть он там меньше трепется, меньше жалуется, вот. А есть такая типа ха-ха-ха, и вроде мужик по фигуре. А вроде трепется просто как вот, и ревнует, и девок не подпускает близко к своему мужчине, да? Ну, актив и пассив. Актив защищает своего пассива. Пиздец, давайте не будем об этом. Почему? Нормально. Не знаю, не противно. Я работала с двумя геями, достаточно много об этом знаем. Точнее, я как бы наслышана своих слов. Потому что один из них, когда разговор за этот зашел, по нему явно нельзя было сказать о том, что он гей. Потом чисто случайно в разговоре стали мелькать какие-то странные такие вот фразы. И услышавшую конкретно фразу «мой парень», я просто на него такие глаза сделала, и он понял, что он сморозил то, что он не собирался в принципе говорить. Он меня особо скрывал, но как-то это завуалировать. Но оказалось, мама у него знает о том, что нетрадиционной ориентации, она знакома с его парнем. Парень там, конечно, ого-го, который больше его в два раза. О, хорошо его дерет, наверное. Наверное. Они он, его парень, и мама вот это вот пасила. Они обкатали, наверное, уже полмира, при этом папа, этого мальчика, он не знает, что у него такой сын. И если он узнает, он его убьет. Притом, что этот мальчик потом когда-нибудь в будущем планирует завести детей, жена, семья, в общем, все так положено. Ну, это дело техники, жена, что там... Ну, от папы лишь бы отмазаться. Ну, да, это нормально. А знаете, я читал где-то такое исследование, что взяли активных гомофобов и взяли обычных людей, которые как бы толерантны. мужчин показывали порно, гей-порно одним и другим. Те, кто активные гомофобы, они оказались... В общем-то, у них уровень возбуждения при просмотре гей-порно был ощутимо выше, чем у обычных людей. Активное неприятие, активная гомофобия, как бы говорит о латентности или о потенциальной латентности или больше вероятности латентного гомосексуализма. А вообще, мне кажется, в этом ничего плохого нет. Ну, я не вижу в этом ничего и хорошего. Почему-то ничего в этом нет хорошего. Ну, а что в этом хорошего? Долбиться в задницу и что-то там хорошего происходит. Я тебе объясню, что в этом хорошего. Чем больше геев, тем больше баб нам остается. Чего-чего? А, ничего себе, а баба мужиков не достается, отлично. Да, кстати, мужиков меньше на планете, да, так замечательно. Мужиков на самом деле рождается больше. Больше? Фу на тебя, зачем ты это сказал? Мужикой природов, мужиков природой заложено, чтобы рождалось больше. Это неинтересно. Оно заложено природой, но после Второй мировой войны у нас до сих пор не уравновешивалось количество женщин и мужчин на планете. О, спасибо. Да нет. В Китае уже мужчин на один миллион больше, чем... В Китае это вообще отдельная тема. Да, это отдельная тема. Да, это отдельная тема. Валя, три миллиона больше мужчин. Так правильно, если там маленьких девочек берут и выбрасывают на помойку, что ты ожидаешь? Да, им иголки в голову втыкают, они потом умирают, если кто-то ведет. Что ты ожидаешь? Там, если рождается девочка, так это не человек. Да. Так что там от них быстро разбавляются. Телки никому не нужны там. Только здесь. И только Ваня. Так, стоп. Куда-то мы совсем уехали от темы. Давайте вернемся. Так. Да, я же говорю, что... Не встал? Извините. У тебя встал? Чего? Ладно, пусть не встал. Чего мне-то от этого? Так, Толя, я качаю подкаст, пока не слушал, но прочитав одну из статей в шоу-нотах, готов высказать свои идеи. По поводу снижения подписчиков Вовки, я думаю, что чувак не учитывает естественный процесс. Через пару-труку лет Вовки человек... Так, Жень, выпьем. Вот, не говори, а это Вовки. Как тебе? Я читаю комментарий, подожди. Через пару-труку лет Вовки человек повзрослел, у него может семья наклевывается, или работа нормальная, или может появиться другие интересы в жизни. А такое, думаю, бывает... Чего? А такое, думаю... А такое, запятая, бывает... Думаю, запятая, бывает, запятая... Так, спокойно, все здесь. Приходите смеяться в микрофон. Какая реакция? Тебе слишком заразный смех. Я не могу остановиться. Да. Так, подождите. А такое... А такое бывает... Пропустил слово. Какое? А такое, думаю. А, думаю, бывает. Несё же Вовки... А чёртые... А чёртые... А чёртые... А чёртые... А чёртые... А чёртые задроты... О, да. Ну а ты тогда читал. Которые пьет там, не вылезая. Вот, к примеру, Тоис, бросил же Вовку. Дальше английский вариант, можно, я вычитать не буду. Хорошо. А чёртые... А чёртые... А чёртые... от 21 до 30, от 31 до 40 и тому подобное. Потом по роду занятий, если эту информацию можно выяснить и так далее. Там же миллионы человек в Вовку играют, и все разные люди. Поэтому как-то глупо говорить о Star Wars как об основной причине. Я не отрицаю, может быть, появление конкурентов в лице Star Wars на самом деле главная причина – снижение количества подписчиков. Но из того, что написано в статье, это не следует. Я уверен, что в БезАрт есть нормальные отделы исследования рынка и маркетинга. И что наверняка там много что делается, в том числе и то, что я тут написал. Но в выводах никаких, кроме конкуренции со стороны Star Wars в статье, не приводится. О, Антон, ты хотел что-то сказать. Я хотел... Да, мне как-то стало вдруг интересно, как геи занимаются сексом. Если один из... По-другому я тебе объяснить не смогу. Они меняются потом? Или как это происходит? Есть актив, а есть пассив. Всегда один... Есть подающие, а есть принимающие. Ну, типа того. Они всегда ролями не меняются? Слушай, нормально поменяться же не могут ролями. Здесь то же самое. Ну, потому что папа с мамой просто... Они физиологически не могут ролями поменяться. А вот папа и папа как там... А эти нормально не могут ролями поменяться. Ничего себе. А вот... А бисексуальные бывают? Что-что-что еще раз? Геи, которые бисексуальные. Которые мама и папа в одном лице. А, ну так они не геи, они бисексуалы. Они нормальные. Но есть, они разные бисексуалы. Которые геи, но которые и дают, и принимают. Такое бывает? Нет. Серьезно? Да. Слушайте, я вот теперь задумался очень серьезно. А в чем вопрос? Неужели не бывает? Он захотел стать активом. В обе стороны. Чтобы... Это нужно менять партнера. При этом нужно себя... Этот человек морально уже... Он не способ... Блин, ну я не могу представить себя в роли парня, который будет... Я, блин. Ты просто представь саму картину, что девушка, по-русски говоря, ебет парня. О, я видел такое. Такое же... Подожди, не мозг, а, как это сказать, стропон. Просто представь, что девушка вот эта... Самотек, блин. Невежда вы. Ничего вы не знаете. Ну, на самом деле... Это лучше. Есть книги, например, о разнообразии семейного быта и жизни сексуальной. И там приводится о том, что у мужчины есть такая железа, простата, которая при массировании определенными движениями с определенного входа... Да, я знаю, кончает очень быстро. Очень приятные ощущения. И даже при гетеросексуальном контакте, гетеросексуальном сексе... Да, помогает кончать очень быстро, я знаю. Некоторые пары практикуют вот такое. Хочу попробовать. Ну, это... Это... Я не знаю. Я бы сказал, из того, что я слышал, это... Если у тебя есть проблема кончить, то оно помогает. Господи, почему об этом говорим? Не знаю, потому что Антон спросил, как насчет... Я бы вдруг так задумался. Из-за того, как геи занимаются сексом. Приезжай, я тебе покажу. Можно теперь вернуться к водке? Я фотоаппарат возьму. Я могу посоветовать порно-сайт, там есть гей-порно-видео, поэтому просветишься моментально. Давай, скидывай, я в шоу-ноты приложу. Ваня, хватит прыгать от радости, ты клавиатуру свернул. Вот гей-порно, там ты не замечал одного и того же актера, играющего разные роли? Я не всегда... Я не увлекаюсь гей-порно-видео. Я надоскалась на это пару раз. Мне хватило. Скидывай ссылку лучше. На гей-порно. Мы посмотрим, и мы вас известим в следующем подкасте, сколько там актеров. Ну и кто кого как делает. Слушай, Ваня, помнишь, мы смотрели Шеймлесс? Ну, Ваня, что же вы смотрели? Шеймлесс. Шеймлесс у геев. И там же, там же пока, когда показывалось, там видно, как бы, кто был актер, кто пассив, правильно? А потом, когда они с друг... когда один изменял другому с третьим. Да. Не менялись ролями? Нет. Нет? Нет. Мелкий чувак всегда подавал. Ух ты. Ну да, ну... Слушайте, как интересно. Вообще, какой мир интереснее. Полы-полы. Мир интереснее, чем нам кажется. Единственное, о чем я в своей жизни жалею, что у меня никогда не было тройного секса. Это как с тройными музыками? Паровозик. С двумя женщинами. Вот. Я это сказал. Ну, и секс. Почему не еще с одним парнем и девушкой? Да знаешь, меня моя женщина это обо все время спрашивает. О чем? Ну, почему не два мужчины и одна же девушка? Хотя, в принципе, можешь попробовать и это. Ну да, это как смотреть порно и трахаться одновременно. Хочется, все это самое. Только еще можно меняться. Вообще-то мы хотели поговорить о Варкрафте. Может, перейдем уже к конкретным темам. Так, что там было по Варкрафту? Я уже не помню. А, я помню. Попадает. Я не понимаю суть вопроса. А, ну, по-моему, Таля говорит, что там в статье точно не написано, что, в общем, в этот... Ну, нет, нет, нет. Дело в том, что там все говорят, что, о, в Вовке, типа, упало, типа, население. И... Количество пользователей, а не населения. Это из-за того, что... Количество пользователей. Население, елки-зеланы. Вот, из-за того, что Star Wars вышла. Я думаю, частично это правда. Частично. Другое дело, это потому, что, ну, в принципе, как там говорят, я не согласен с тем, что возрастные группы и так далее, это не имеет абсолютно никакого значения. Потому, что я знаю людей, которые играют в Вовку, как бы, они и меньше 20 видел, и видел за 40. Да, но он все-таки прав, на самом деле. Я знаю семейные пары, сама лично, которые играют в Warcraft. Играет жена, которой 40 лет, играет муж, которому 45, и их трое детей, играют все в Warcraft. Пипец. Вот, 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 я примерно так же знаю. Вот, но это... Дело не в том, что кто-то там вырос, кто-то там еще чего-то. Нет, дело не в этом. Дело, во-первых, в этом, в том, что, ну, Warcraft уже, как бы, давнышная игра такая, что... Старовато. Ну да, уже старовато, уже многим надоело. И многие уже так и так просто думали куда-то уйти. Вот, или бросить, или еще что-то. Некоторые из них просто бросили, некоторые перешли в Star Wars, а другие просто ждут следующего экспансиона. Вот. А третьи, на самом деле, ждут этого, Diablo 3. А четвертые просто бросили. Правильно сделали. Я считаю, что... Бросить, на самом деле, трудно. Чего? Бросить, на самом деле, трудно. Если ты... Я уже 6 месяцев не запускал. Да ты никогда так особенно не играл. Вот давайте обсудим игровой мир, да? Кроме геев и лесбиянок, покажем людям, что мы еще что-то имеем в нашей жизни. Кроме как трахать кого-то. Так, я вот... Я еще трестиком вышивать умею. И клавиатура упала. Клавиатура дурацкая. Так, нет, ну что... Я вот никогда не понимал, почему... Вот, я не знаю, у меня всякое такое чувство, что я хочу написать игру, чтобы в нее другие люди играли, но я не хочу играть в чью-то игру. У меня, возможно, это какая-то паранойя. Возможно. Вот, возможно, нет. Мне кажется, что играть в какую-то игру, ну, весело понемногу. Но когда это в игре какой-то тупизм, типа а-ля бежать и бить, и бить, и бить, и бить... Ну, это как-то уже, я не знаю, ну, что-то не так, по-моему. Не, на самом деле, я скажу насчет... Я чувствую себя обезьяной. Не, 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 просто тебе, как бы, понимаешь, что ты не затрачиваешься на том, чтобы тебе надо быть лучшим, еще чего-то в этой игре, или еще чего-то. Не в этой игре, а мне в другой игре нужно. Называется игра-жизнь. Мне надо быть лучшим... Вот, мне примерно так же батя говорил, я знаю. Типа аля жизнь гораздо интереснее игры. Я не говорю, что он гораздо интереснее. Я говорю, что просто, как бы, приоритеты. Ну, вот, а вот в том-то и дело, что, понимаешь, ты хочешь в жизни быть лучшим, а я хочу быть в игре быть лучшим. Ну, я не могу быть лучшим, я опоздал на поиск. Ну, почему? Потому что я слишком стар для этого, Ваня. Где ограничения, Жень? Статистика. Все те люди, которые в IT сделали большое количество денег, сделали это фактически в свои ранние 20-е... Я уже давно не в ранних 20-х, поэтому... Как говорит Оля, Варкрафт это воплощение в игре, наших жизненных желаний в игре. Ты можешь все. Хочешь себе какую-то там более лучшую фигуру, играешь за эльфов. Хочешь себе силу, берем тех же за орду тауренов. Потому что я играю за орду, а я не принимаю никаким боком. Правильно, я тебя люблю. В смысле, Павел, это было... Полтанический. Правильно, нафиг. Это вся... Это только Ваня может за альянс играть. Предатель. Ну ты чё, там такие дрыняшки, такие все они, такие дрыняшки, такие... Фу. Фу, газ. Да, нежить рулит. Ну в смысле, андеды. Я играю только за андедов. Не, ну они... Интересный выбор. Так в чём проблема, почему нельзя реализовать из себя, может быть, вот это вот для Антона такая интересная мысль. Почему я понимаю, что, допустим, там, ну вот смотрю я на свой член, да, его удлинить нельзя. Ну или ты смотришь на свои сиськи и думаешь, больше их сделать как бы, ну можно, но понятно. Где их жалко. Да, ненатурально. Ну вот есть же что-то, что-то за всем этим. Есть же что-то такое внутреннее, такое вот, как... Как вот, тьфу, блин, КБ говорил, внутренний стержень. О! Чего? Стержень внутренний. Хребет. Ну, знаешь, такое... О, что тебя держат вместе. Да, такая духовная сила, можно так сказать. Я не уверен на слове духовном, но такая, знаешь, внутренняя сила, вот. Наращивать ее, наращивать. А при чем здесь члены, я не понял. Ну потому что, понимаешь, если ты родился с тем, что ты родился. Я вот родился с маленьким, так и остался. Но по сути, я это исправить не могу. Вот. И, ну, внутри-то можно что-то исправить внутри? Ну да. Да, вот. Вот. Я говорю, почему, зачем нам нужно углубляться в какой-то виртуальный мир, написанный какими-то другими людьми, которые из нас хотят сосать деньги? Может, просто... И все же такие умные, как ты. Понимаешь? Над кем-то посмеялся кто-то очень жестоко. И это травма на всю жизнь. Все. Ты говоришь про шлен? Да, например. Ты говоришь про духовное. Я про Фомон про Ирёму. Мне кажется, что в игры я вижу прямую связь между игроманией и алкоголизмом. Почему-то. И мне кажется, что это такая же волевая вещь. И то же самое, что можно играть в меру, можно пить в меру. Кто-то может в меру, кто-то не может. Мне вот так кажется. Нет. На самом деле, игры, скажем так, кому-то... Ты мало сахара положил. Серьезно? Да. Вроде сыпался. Скажем так, для меня это выливается примерно в то. Я сравню даже с аниме. Некоторые люди могут смотреть аниме, и некоторые просто не воспринимают на дух. Почему? Потому что возьмем типичного аниме-фаната, которые просто смотрят, и они смотрят именно на игру героев и так далее, типа персонажей, как там персонажи развиваются и так далее. Они абсолютно игнорируют тот факт, что это нарисованное, что это в принципе мультик. Другие люди, они видят только поверхностное, они видят вот этот мультик, и они это воспринимают, что если это мультик, это для детей. Абсолютно. У них абсолютно никакого нет воображения. Примерно так же происходит с играми. Тогда как некоторые люди могут спокойно, как бы они садятся в игру, и они там кого-то в игре расстреляли. У них вот именно такой же адреналин возникает, как будто бы они кому-то вот на улице пошли и морду набили. Ты можешь остановить этот корабль, потому что здесь очень качает. Мне плохо. Блин, Жень. Что, остановите корабль? Здесь укачивают вообще. Блин, елки зеленые. И тебе пить надо чаще. Чего? Что у вас происходит? Он просто давно не пил, поэтому ему там... Я капитан. Отправьте его к Эхтиандру. А вы выпили что-ли? Да, да, мы тут пиво. Клавиатура упала. Жень, поставь ты ее нормально, елки зеленые. Они клавиатуру напоили, какой кошмар. Да нет, каждый раз, когда тут немножко качнется стол, у него клавиатура распадает. Здесь вся комната ходит ходуном, что ты хочешь? Так его не только, я говорю, чайник вазелином мазали, оказывается. Ну так вот. Кто-то воспринимает это, кто-то не воспринимает. Кому-то вот, чтобы именно доставить какое-то удовольствие, им надо именно физически что-то поделать. Как бы погонять на машине, им надо покататься на лыжах, сноубординг, все такое. Вот это им адреналин доставляет. А другие люди, они могут примерно такое же удовольствие получить, играя в игру. Вот они просто видят, они воспринимают, что там у них есть персонаж, еще чего-то там. И как бы кого-то там задрать, кого-то там победить, замочить какого-то монстра и так далее. Для них это доставляет удовольствие. Я думаю, что у меня созрела идея. Мне кажется, на самом деле люди почему играют в игры, как и пьют, используют наркотики, это потому, что там есть конечная точка, цель. Цель есть. Потому что у меня в жизни, вот, например, я плыву по течению, у меня нету цели. Я иду каждый день на работу, я работаю, мне надо там выплатить мои долги. Но по сути у меня нету в жизни цели. Вот. А в игре цель есть. Замочи соседа. Ну, это... Мне кажется, людям нужна цель. Не, ну в жизни это тоже цель есть. Какая? Какая у тебя цель? Поделись, раз ты такой, блин, умный. В смысле? У тебя есть цель в жизни? У меня вот, например, цели нету. У тебя есть цель? Ну, у меня маленькие цели есть, да. Там, закончить универ, там, делать какой-нибудь там, скажем так, создать устройство, открытие, еще что-то в этом будет. Тисик. Я понял, у кого еще есть цель в жизни? Нет, нет, ну сиськи их легко найти. В зависимости от того, что... Неважно, у кого есть еще цель в жизни? Антон, у тебя есть цель в жизни? Антон? Что, интернет завис? Надо проверить. Нет, не завис. Кто-то сливает туалет. Нет, не завис. Ну, как интересно стало, что... Он ушел. Кто ушел? Ты ушел. Мы тебя спрашиваем, у тебя есть цель в жизни? Цель в жизни? Я ее ищу активно. Вот, видишь, у человека нету цели в жизни. Так, Даша, давай. У тебя есть цель в жизни? У меня есть маленькие цели на ближайшее время. У всех есть маленькие цели. У меня прийти домой и подрочить. Даша. А цель в жизни у меня понять, зачем мы живем. Вот такая у меня цель. Ну, хорошо, у человека есть. Давай, Даша, скажи, что у тебя нету цели в жизни. У меня есть цель в жизни. Я хочу свой бизнес. Ах, бизнес. Какие вы все несчастные люди. У меня есть еще цель в жизни. Я, например, хочу понять что-то и написать об этом книгу. Вот. Вот такая цель. Понять, вот, зачем мы живем, и написать другим людям, зачем. Чувак, тебе надо было в метафизику идти. Хотя нет, не иди в метафизику, потому что ты тогда поймешь. Еще не поздно. Цели в жизни нет. Фу, блин, смысла в жизни нет. Ну, хорошо. Ну, вот. Так, подожди, Даша. Если у тебя есть цель в жизни, зачем ты играешь в Варкрафт? Я три недели уже не играю. Вообще, до постройки бизнеса, до кончательного, когда я им займусь, еще несколько лет. Поэтому у меня есть время, я играю в Варкрафт, и мне нравится эта игра. Я хочу в нее играть. У меня там много знакомых. И, в принципе, мир Варкрафтом, он из общения цепляет. Подсаживаешься на это все только чисто из общения. Графика, ну, не особо. А чтобы сделать нормальную графику, нужна нормальная жбеза. Пока нет ничего не другого. Ну, на самом деле, там графика изначально, она так себе. Я после того, особенно после того, как поиграл с Карим, то... Так давайте вернемся к теме. Подожди. Ты не думаешь, что за эти два года ты должна подготавливаться? Морально, физически, там, не знаю, контакты, деньги, не знаю, наращивать. Я не услышала фразу «Сколько года?» Ну, два года. Да, морально я готова, наверное, была еще лет в 16 к этому всему. А остальное нужно доработать до конца просто свой бизнес-план и подготовить почву для того, чтобы просто все начать. Так как у нас сейчас мир продвинутый на интернете, все это будет дело начинаться с интернета. И только потом, если этот бизнес будет иметь какое-то продвижение хотя бы в сети, тогда уже можно будет его сделать в реале. Если же нет, то не имеет смысла вкладывать большие деньги в то, чтобы раскрутиться, еще чего-то сделать. Самая большая реклама – это продажа товара. Следовательно, нужно это делать все прозрачно. Следовательно, потом делать магазин с прозрачной витриной, чтобы все видели, вот она сама реклама. Реклама – это сарафанное радио. Все. Я понимаю, но раз есть цель и есть, понятно, что делать, зачем играть тогда в Варкрафт? Тебя интересует конкретная цель и интересует, почему люди все-таки играют в Варкрафт? Ну, да, потому что у тебя есть конкретная цель. Почему ты тогда играешь в Варкрафт и не занимаешься своей целью? Потому что людям нужно расслабляться. Кто-то расслабляется и шарится по клубам, выпивает амфетамины какие-то, колеса, таблетки, наркотики в принципе. Кто-то расслабляется так, кто-то сидит перед телевизором и щекает пультом. А кто-то сидит просто, пускает корни в стул и реально задрот, грипп, мочит мобов, ходит в рейды, данжи со всеми. Он сидит с наушниками, с микрофоном, он просто не вылазит из-за компьютера. Если кто-то просто расслабляется, два часа в неделю достаточно. Я сходила раз в неделю в пятницу вечером, когда обновление данжев произошло, набила себе то, что мне нужно. И постепенно одеваюсь, так как пиратка, половина всего не работает. Зачем я там играю, так как когда-нибудь все это рухнет. Ну, хотя я играю уже сколько, два с половиной года, и это еще не рухнуло ничего. Но когда-нибудь перейду на официальный сайт, и будет все заново повторяться. Но также два часа в неделю. Просто для расслабления, для себя. А вот я в Варкрафт не играю, я играю в Старкрафт. Я думаю, что я куплю себе Диабло 3, наверное. Я играю, потому что прикольно расслабиться иногда полчасика в день, или там пару часов в неделю. Правда, бывает так, что не получается, и сидишь до пяти утра. Интересно, получается какая-то обратная статистика. Получается, у людей, у которых нет смысла цели, они не играют в Варкрафт. У людей, у которых есть цель, они играют. Не, ну я не играл, я пока учился в университете, в университетах, я не играл, практически не играл. Так очень редко. Но у меня был какой-то такой блок. Я как-то считал, что это немножко постыдным, потому что столько всего сделать нужно и можно, а играет трата времени. Но это расслабон, ты иногда ходишь на прогулку, а иногда сядешь порубиться. Иногда ты хочешь выпить 100 грамм водки или пива, а иногда хочешь поиграть. А иногда пиво и поиграть. Да. Ладно, давайте следующий комментарий. Что у вас там есть. По поводу Ваниного вопроса. Кто мне скажет, что и сколько мне кушать? Тебе такое скажут лет через 10-20, когда тебе во время медосмотра будут сканировать все твое ДНК, РНК и так далее. В своем диетинском досье тебе дадут рекомендации. В принципе, все люди разные и правильно. У каждого своя норма. Ну, так вот, я же говорил, что сейчас пока что мне тоже не может специально это сказать. Потому что они... Это насчет диеты и все такого, да? Ну, пока ты к диетологу не пойдешь, тебе, в принципе, никто не скажет. Ну, я понимаю, но диетолог тоже как бы свои цифры берет из какого-то там исследования, которое было базировано на среднем человеке, который живет вот здесь вот или еще что-то в этом духе. И, ну, средний человек, который здесь живет, который там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, в принципе, плюс-минус близко будет. Я согласен. Я согласен. Там диетолог мне скажет очень близко. Но там, ну, опять же, он точно ведь не скажет, что мне именно стоит кушать, что не стоит. Особенно это, блин, интернетские, блин, диетологи, которые там на интернете рассказывают какую-то бильберду. Ну, вот. Все равно же гороскоп читать, нафиг. Не, ну, сейчас же есть технологии, которые подсчитывают именно то количество калорий, которое тебе нужно, то количество белка, то количество углеводов и всех остальных элементов и микроэлементов, которые нужны твоему организму. Это было несколько лет назад, когда приводилось все на исследованиях среднестатистического человека. Сейчас все индивидуально, вопрос только в деньгах. Ну, это одно дело, другое дело, что все это, как бы, все эти номера, допустим, 20 лет тому назад, они были совершенно другие. И вот я буду следовать этой диете, и через 5 лет они выяснят, что на самом деле эти все номера неправильные, их надо просто помножить на 3. Короче, люди в древние времена что ели? Мясо и вообще все, что видели, какую траву, какую они считали съедобную. И были все здоровы, и счастливы, и, в принципе, сильно ничем не болели. Ну да, но в то же самое время у средневековья они помирали где-то к 30 годам. Да, из-за войны. Да не из-за войны, они у них выпадали в 20 лет, и все. Это были какие-то века 11, 12, 13. Я имею в виду, когда там вообще были дикарями. Ну, то же самое. То же самое, еще хуже было. Какая разница. Но они умирали... Не, ну у нас есть сейчас стоматология, вопрос решаемый. Продолжительность жизни выросла неслыханно. Да. А если взять Библию, где люди жили по 200 лет... Ну, не надо думать. Мне кажется, это мифом. Вообще половина Библии, если не вся. Правильно. Специально неправильно у евреев теперь жалуются. Есть такая шутка, не знаю, перевести ее. Я могу сказать, я скажу себе, что я человек не религиозный, но глубоко, так сказать, духовный. Но, в общем, я свою дорогу к Богу ищу. И мне кажется, что все эти книги, 10 раз переведенные раз, и написанные кем-то с определенным умыслом два, в общем-то, на них сильно полагаться не стоит. Правильно. К тому же большинство написало евреи. Ну да, тем более. Я человек религиозный достаточно. Я во всем этом выросла. Я родилась практически во всем этом. Поэтому сейчас, не живя с родителями, я так слушаю людей, смотрю на свою жизнь и понимаю, что, ну да, в какой-то мере от того, что написано в Библии, мало чего зависит. Но при этом остается вот то, что вбивали тебе в детстве когда-то, и все равно полагаешься в какой-то мере на то, что там написано. Потому что, когда нет выхода из какой-то конкретной ситуации, больше тебе просто ни во что. А знаешь, почему тебе это вбивали? Потому что, когда ты недостаточно зрелая, чтобы понять, что именно, что почем, скажем так, то лучше следовать как бы писанию, потому что, ну, ты просто следуешь, почему ты это делаешь? Потому что плохо. Это как дети. Почему ты это не делаешь? Потому что мне батя сказал, что он меня выпарит. если я это сделаю. Поэтому я этого не делаю. А потом ты вырастаешь, и если ты, скажем так, духовно вырастаешь, ты понимаешь, почему тебе это не стоит делать, потому что это для твоего же собственного блага. И в принципе, ну, я не уверен, как там вообще в других, но, к примеру, взять православие, то там, в принципе, все ориентировано на, опять же, твое же собственное благо. Вот ты не будешь ты вот этого вот делать, вот будет тебе хорошо, будешь ты этого делать, будет тебе плохо. Почему? Ну, одни верят, что это, типа, Бог наказывал, другие просто... Мне кажется, Даша немного о другом говорила. Просто этот, посмотрят и там, ой, а на самом деле, почему вот этого нельзя кушать так много, потому что у тебя там зубы выпадут или что-то. Мне кажется, она немножко о другом говорила. Ну, я понимаю. Ладно, поехали. Я уже забыла, о чем я говорила, потому что это безбитая тема, и об этом можно говорить чуть-чуть. Началось все с того, что Даша сказала, что по Библии первые люди жили чуть ли не по тысяче лет. А я, в принципе, ну, на самом деле, в принципе, возможно, потому что, возможно, тогда там не было такой особой генетической мутации и так далее. Это было, она как-то... Все время было. Просто суть в том, что тяжело не верить тому, что написано в Писании, когда реально видишь какие-то вещи, которые происходят не по человеческой воле, так сказать. Ну, это уже называется промывание мозгов. Не-не-не, это реально не промывание мозгов. Я это достаточно в древом возрасте все видела, и уже в более осознанном возрасте, когда я поняла, что жизнь вне церкви, вне верующих людей, я потом просто снова вернулась, ну, как не вернулась, просто попала в ту же среду и увидела какие-то определенные вещи, так начинаешь задумываться, блин, ну, это люди реально не зависит, откуда это и почему. Но все равно, когда ты познаешь, так другой абсолютно путь, и все равно начинаешь делать все по-своему. Я делаю сейчас так, как мне нравится, хотя мои родители пытаются меня вернуть во все то, что где-то эта ребята в детстве была. Ну, да, бывает, там, куда неплохо, там, в другой степени хреново, я начинаю чего-то задумываться, искать в Библии еще что-то. Молиться! Кайся, грешница! Вот, кстати, о вот этом собственном пути. Я абсолютно, ну, регулярно сомневаюсь, так сказать, в том, что написано в Библии. И, тем не менее, в сложные моменты я сяду и помолюсь, и мне становится легче. Я абсолютно... Не пытаюсь, если только это. Значит, полностью будучи осознанным, я просто знаю, что мне это помогает, и я этим пользуюсь. Сейчас посыплю соль на рано. Не сыпь мне соль на сахар. Посыпь. Вы же понимаете, что Иисус Христос был евреем, да? Да. Но он же был человеком. Не знаю. Вообще, это такой спорный вопрос. Был, по крайней мере, прототип какой-то. На самом деле, много-много таких версий. То есть, самое обидное в том, что люди, живущие... Ну, просто берем тогда американцы, русские, на примере того, кого я знаю, они считают евреев избранным народом. В том числе, я не знаю, как мне разговаривают со своими родителями, мама и бабушка, которые просто готовы боготворить этот народ, которому я сейчас стала... Да я отношусь более-менее ровно ко всему, но как-то так вот мне все это дело не особо нравится. Почему же так вот избранный народ, а почему именно этот народ выделит только из-за того, что Христос родился евреем? Несправедливо. Жизнь несправедливого. Следуйте, я выбранный. Я нео. Слушайте, я только вчера посмотрел интервью Познера с каким-то священником Соколов или какой-то. Сейчас я найду. Слушайте, но большинство, например, русских православных, они не знают, что... Конечно, и большинство католиков не знают, и они не знают, что... В общем-то, они как-то... Они внутри своего православия они вот этого тезиса как бы не понимают. А другое я хотел сказать о религии, что опасна она тем, что человек снимает с себя ответственность за все, что происходит с ним. Ой, я с тобой так согласен. И подлагает все. Ну, воля Божья такая. А я убежден, что человек... Ну, там, в 90% случаев, по крайней мере, по взрослым, сознательным возрасте, человек ответственен сам за все, что происходит с ним. Люди, давайте я вас... Человек сам Познец своего счастья. Давайте я вас всех, это, конвертну в евреях. Будете все евреями. Я подхожусь, можно? Генетически не подхожу. Я просто не хочу быть. Ты не хочешь быть еврейкой? Это же круто. Нет. Что крутого? Это же понтово. Все... У тебя будет маленькая комьюнити. Ты будешь знать, что все тебя вокруг ненавидят. Это... Это сплощает. Мне не нравится. Мне не нравится, что меня кругом все ненавидят. Я привыкла, что меня кругом все любят. Только за такие глазки. Где ты там мои глазки разглядел? На этот, на лотарь. Ну, там такая девочка-припевочка с челочкой. Вся такая прям... Ну, так я посмотрел, думаю, глазки красивые, нормально, можно расковаривать. Спасибо, я польщена. Да. Проблема с христианством. Я никогда христианство не изучал. Не я вам скажу. Потому что этот подкаст, в принципе, как раз и об этом. Мы все время говорим о том, чего мы не знаем. Там проблема, что как раз Христос умер за всех грехи. Проблема в этом состоит. В иудаизме этого нету. Потому что там никто не умирал, ни за чьи грехи. Сам облажался, сам и разбирайся. Сейчас у всех такая политика. Я вот люблю говорить, что я буддист. Буддист. Я о буддизме не знаю ничего, кроме того, что неверникому на слово все проверяю на своем опте. Я пытался прочитать книгу, а это не буддизм был. Там немножечко другой, но с Индией. Что там в Индии вообще? Да там чего только нет. Да, вот я пытался прочитать. Но там как бы родина буддизма, но он эволюционировал, придя в Китай. То есть он как бы китайский, но пришедший из Индии. А они какие там плавно друг друга перетекают. Там все очень сложно. А что мы вообще об этом говорим, кстати? Потому что мы загорели, а религия. А, нафиг. Косить их все в жопу. Так. Макс Ти. Давно хотел написать. Возможно, вам интересно будет. Мой город. Черновцы. Есть такой даже город. Имеет братский город в Канаде. Саскатун. Саскатун. Это второй большой город. Это первый большой город в Саскочеване. Второй это Реджайна. Вот. Товарищ прислал фотографию с площади. Кто видел, я не знаю, фотографию смотрели? Очень интересно. Да, ничего примечательного. Нет? Я видела ничего примечательного. В смысле фотографию видела. В смысле ничего примечательного. Как же социалистическая власть подружилась с капиталистической властью? Это неправильно. Тут где-то ниже было в комментариях написано. А, вот. Как же она пишет, что в 91-м году там делегации налаживали контакты. Я училась в одной из российско-американских школ, которая когда-то сотрудничала с американской российской школой в штате Орегона. Правильно сказала? Неправильно? Не знаю. Ну вот. Орегон. Не, не, Орегон это город. Орегон. Есть штат Орегон. Есть штат Орегон. А, Орегон. А, да. Ну вот Орегон. Вот. И тогда просто это было, не знаю, какой-то фишкой, тенденцией в 91-м году налаживать отношения между странами. Классно. Я не знал. Слушайте, а черновцы, это не Украина? Украина. Украина с Канадой имеют очень давние прочные связи. В Канаде даже хотели украинский язык. Была инициатива сделать украинский язык третьим государственным, потому что очень много. И Украина с Канадой издавна поддерживают связи. Украина в одностороннем порядке разрешает без вызова въезд канадцам в Украину. Хотя Канада не разрешает украинцам без вызова въезд. Да потому что украинцы были туда. Ну то есть, это случилось, видимо, после распада Советского Союза, поставили этот памятник. А Соскочеван, это как раз там очень много украинцев, потому что они приезжали из Украины и селились хуторами, там же в степях, в прериях. И вели прежний образ жизни, вообще, как будто ничего не поменялось. И климат там почти что, ну нет, не такой же, конечно, посевернее, но очень давние истории. Интересно. Да, кстати, очень интересно. А в Канаде даже есть слой украинского языка. Можно найти в Википедии статью об этом. Отдельная ветка украинского. Это смешанное с русским? Нет, смешанное с английским. Еще разные... А, да-да-да, у меня мачеха на нем говорит. Она, в принципе, забыла украинский, но не выучила английский. И прикидывается, что она знает французский. И когда славяне, всякие, всякие славяне селились общинами там в Канаде, эмигранты из Словакии, Югославии и так далее, они использовали, а и русские в том числе, использовали украинский как язык такого межобщинного между... Международного плана, я понял. Международного общения, потому что он как раз занимает центральное положение между разными славянскими языками, белорусским, русским и южно-западными славянскими, если есть западные славяне, не знаю. Так что украинцы тут такие очень прочные позиции занимают. Да, ну хорошо, что с аксона победили, нормально. Но они, да, они вырождаются, они только гены свои оставляют никакой почти что памяти культурной. К счастью или к несчастью, не знаю. Но, 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 ты не говори. Ты посчитай лучше про то, как культура была принесена в Канаду вообще, если так. Что, украинцы, оказывается... Да, даже не в этом дело. Просто, блин, я что-то, было дело, я сидел, блин, пялился в этот ящик. Там интересно, что... На самом деле, американцы про это говорили. Вот, они типа там рассказывали, да, там в Канаде, там вот когда въехал, вот именно все эти иммигранты, это тогда Канада начал культурно развиваться. А то она развивалась бескультурно. Ну, в принципе, ну, не, я имею в виду, что большинство культур на самом деле просто пришло именно из Европы и сравнительно недавно. Ну, так что... Культура, она просто смешивается и все. Некоторые, некоторые вещи, они просто, как бы, принимаются, но единственное, что, как бы, не на нашем языке, ну, на английском, но некоторые культурные ценности все-таки воспринимаются здесь и остаются, и оседают. Ну, да, здесь любимое многими блюдо, это, они называют себя, называют их пироги из... Ну, да, вареники. По сути, это вареники, а на старом украинском оказывается пироге или пироги, это, знаете, это как раз вареники есть. А, я знаю, у нас в Америке проводятся в компании там какие-то дни, как он называется, пунчик день, день пунчика. А, да, пончики. Да, это польский праздник. Ну, что, у нас в компании отмечаются почему-то, я не знаю. Приходишь, набираешь бесплатно пончики в кафетерии, не, в том районе там просто поляков до хрена. А, понял. Там выходцев и вообще и просто поляков там до хрена. Это то, что Брайан, допустим, знакомый был со штатов, он, у него родители поляки. один славянский народ. Вот это интересно, кстати, жить в таких странах, как Америка и Канада. Ну, в Канаде чуть более интересно, чем в Америке в этом плане. Потому что в Канаде здесь этот, здесь есть культурные праздники, которые проводятся летом. Вот, и можно просто распланировать и ездить по всем, там, греческий, украинский, там, этот, как и называются их там, ну, короче, разные всякие, итальянские, у них, короче, целый там коровая-розевая приезжая, музыка, традиционная еда, можно походить. В принципе, все там приходят покушать что-нибудь такого интересного, вот, ну, в принципе, да, это культурный праздник. Мне просто нравится в октябре. Да, в октябре? Что там будет? Beer Fest. А, Beer Fest. Да, вот это вот. В Америке там тоже, как бы, интересен, потому что, вот там, у меня начальник с русской фамилией, по-русски он не говорит, но фамилия у нее чисто русская. Ну, это вот у меня девушка такая же, у нее отец с украинской фамилией, по-украински ни черта не говорит, а мать с русской фамилией тоже ни черта по-русски не говорит. Вот, ну, все равно как-то вот эта вот культура вливается, как-то все это размешивается. Да, только в Америке это как бы оно напряжено, а в Канаде это все натурально. Да, в Америке это долго вливается и это пресекается, а потом, когда это все-таки типа становится, типа, вливается в тот масштаб, что это становится, типа, общепринято, они это называют, типа, американское теперь. да, в Канаде они просто как бы не смотрят, оно постепенно само вливается и как бы адаптируется само по себе все, как бы... Да, а потом еще тебе будут в Канаде тычить и говорить, ты, ты не канадец, ты русский канадец. Ну, на самом деле они, ну, как здесь говорят, да, ты русский, да, ты канадец в первом поколении, вот вообще ты вообще канадец не в первом поколении, ты в нулевом поколении, твои дети будут канадцы в первом东西 и вообще будут дети. Почему будут? Вот, потом тебя будут в втором поколении, ну и там через три поколения если неосторожно, может даже здесь. Да, а в Америке все американцы, вот кого не спросишь, ты кто? Американец? а в канаде здесь люди поэтому здесь вы есть плюсы и минусы но интересно как вот это вся вся эта такая сеток кучу мало такая мне базе любил такие пропагандистские шоточки посиди сидит блин русский ребенок в американской школе типа все училка спрашивает как тупы говорю микрофон вот сидите америкая с американской семьей с американской там руках по русский вовочкой сидит такой русский смысле ну как я русский а почему ты русский ну как меня мама русской папа рус tak concernant ну 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 а если бы тебя мама была была бы идиотом, папа идиот, то кто бы это был? Американец. Это так забавно. Ладно, не буду я про американские речь, а то меня обвинят, что я еврей. Про американский. Не буду. Не буду рассказывать. Так. Что там? Толя пишет. Про 150 баксов за починку Power Supply и взять в тридорогов в принципе. Оля правильно говорит, что это закон рынка. Это закон даже не рынка, а продавца, максимизируя прибыль, ты будешь тянуть с каждого покупателя все до последнего. Мораль тут на самом деле ни при чем. Это одна из ключевых... А? Никто ничего говорил, извиняюсь. Это одна из ключевых основ теории производства и рыночной структуры. По-научному коротко это зовется равенство равенства предельной выручки предельным что там? Издержкам? При превышении средней выручки средних издержек. Математически MR равняется MC а потом какая-то палочка AR равняет больше чем AC. Речь о морале такого подхода к покупателям кроме как у Аристотеля и косвенно у Маркса вообще не заходит. Если бы Вазя за ремонт компа у человека отнимал все последний кусок хлеба это было бы совсем это было бы совсем другое дело. Видишь тебя Толяя защищает. Ну что? Про закон рынка. Не, ну я в принципе я я стадии беру по имению. Если у человека если он открывает кошелек и у него там блин тысяча баксов валяется то конечно я с него что бы его не ободрать ну я с него соответственно возьму а если у человека а потом ты еще жалуешься на евреев вот евреи какие ага почему? что почему? не, ну если у человека там я не знаю с деньгами плохо все такое он там приходит и ему хочешь рассказать забавную историю? Последний компьютер надо отремонтировать ну ладно двадцатку хорошо я тогда был зеленым человечком ну вот молодым и глупеньким я ремонтировал компьютер одним чувакам у них на дому вот и они меня ну я тогда брал навскидку да ну так плюс-минус я по часам не считал вот потому что мне тогда было знаешь часы ну непонятно сколько брали ну я рассказывал об этом в том подкасте да брать за 500 долларов компьютера за ремонт брать 200 долларов это как ненормально ну в общем неважно один раз меня клиенты спросили типа а сколько ты типа берешь я говорю ну зависит да там если чувак больше может заплатить то типа возьму чуть побольше зря да потому что чуваки жили в хорошей эре и в красивом большом доме догадайся что они потом об этом тут же сказали после того как я им заявил как у нас зарплаты нету ни хрена там денег нету вообще да да это дом да это на самом деле не такой уж и большой дом да это все в кредит ла 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 денег никогда нету это так забавно слава богу я вырос из этого не а я я обычно людям вообще не говорю сколько им это встанет не говори и когда уже все закончено когда уже все сделано когда они все таки улыбаются и все все вроде замечательно работает все все классно они таки на меня смотрят и сколько ты хочешь ну так немного после чего обычно следует ну что 40 баксов достаточно понимаешь что значит немного ну не понимаешь вот у каждого человека вот именно есть свое понятие а немного да замечательно кстати хороша тактика вот и в зависимости от того сколько у человека как бы сколько у него как бы денег есть у него это понятие меняется потому что один мне скажет всего лишь 10 баксов а другой скажет ну полтина тебе хватит вот и вот и получается что если у человека на самом деле денег немного то он мне скажет ну ладно на тебе двадцатку спасибо что помог вот а другой скажет ну большое спасибо вот блин на тебе 50 баксов я думаю хватит да или я если что ну если больше надо то ты мне скажи вот вот так вот примерно как бы люди делятся вот мне сегодня он этот вот человек который у которого я был я там три бутылки пива выпил еще чего-то там пробыл у него полтора часа короче вот ну вот тебе 50 баксов отвалил нет он он мне 30 дал но ждешь а ты все-таки берешь ваня я подумал я больше ремонтировать сам компьютер не буду лучше к тебе принесу знаешь ну ну вот в том дело я в принципе так вот так подумал ну по идее хорошо полтора часа я там был моя такая теоретическая как бы планка это 20 долларов в час меньше ну я не хочу просто у меня из принципа не хочу просто на это время тратить больше надо больше вот это моя теоретическая планка хорошо я приехал к нему он меня там пилом угостил я хорошо провел время на самом деле я там работал ну полчаса женой поделился да нет он старый и жены у него нет вот ну ну вот получается что примерно полчаса я там работал сейчас я там с ним пиво квасил тем временем аля проверял как у него там телек работает он пока пиво квасил с ним нормально за это дело пожалуйста если меня не угощает ни пивом ничего то ну хорошо я с него возьму побольше 40-50 долларов там в зависимости но обычно меня как бы как бы приятно скажем так угощают поэтому я как бы я с них возьму чуть-чуть поменьше я думаю давайте дальше 40 я понял Ваня бери больше не парься бери больше возможно возможно стоит так Зелебова пишет этот подкаст получает серебряную калошу все-таки весь подкаст на жене держится на жене а на жене ну так и есть между прочим абсолютно так и есть ну я к этому не уверен мне кажется а ты у нас камень прикновения я имею ввиду угловой я боль в заднице я всех достаю а ты приходишь на подкаст ты что в заднице ну а если бы не тыкал в задницу никто бы не пришел да ну мне кажется что в подкасте должны быть должны быть ведущие которые приносят свои идеи мы приносим свои идеи но только из-под плети да ну так получается ну так ты плеть да ну вы же приносите приносите в подкаст иначе бы не было я бы сидел и был бы Апутун номер два да ну мы как бы понимаешь ты как бы такой каталист получается каталист католитик католитик или я не знаю как по-русски будет я не католик точно катализатор бо точно каталист каталитик катализатор понимаешь мы бы как бы не среагировали сами по себе но в присутствии тебя мы как бы и воспроизводим хорошо ладно хотел отмазаться понемногу ага надо переводить я думаю ответственность я думаю я думаю Даша подкаст отдать пусть она ведет вы так щедры конечно я подчина я в тебе верю абсолютно так ладно веб-камеру сделай там у меня есть о ты же знаешь что Павел сможет сюда приехать Павел может сюда приехать он настолько любит Россию что он максимум наверное на неделю только из нее будет выезжать ну и замечательно ему и не надо на неделю ему всего одного дня сюда приехать дать Ване в три уехать ему даже неделю он дает самолетов просто нужно через Атлантический там либо через Тихий океан лететь так как он дает самолетов замечательно ну так вот Даша я кстати тоже что-то последнее у меня у меня какая-то ненормальная психологическая болезнь после этого 2011 года произошла что за болезнь я боюсь тоже самолетов в смысле боюсь самолетов если у меня есть выбор между ехать на машине и лететь на самолете явно я до Европы на машине не доеду ну как здесь девочка одна мечтала на поезде доехать до Франции флаг ей руки флаг ей в руки барабан на шею а электричка навстречу вот ну я ей посоветовал Кребек но ладно похищает Франция у меня какая-то боя самолетов что что-нибудь взорвется да ладно тебе у тебя такой же шанс что тебя здесь в Вензоре застрелят нет мне кажется у меня шанс больше погибнуть самолете чем меня здесь пристрелят ты статистику проверь